Неожиданно не смог привести меня к кому-либо, обладающему выдающимся талантом к духовной практике, но так даже лучше, поскольку я узнал об этом парне от него, то этот случай не считается подсказкой духа рока, так что теперь я могу направить свои силы на многое-многое другое. В таком случае, как бы то ни было, если есть хоть что-то, способное помочь моей школе судьбы преодолеть грядущие бедствия, то я определенно не собираюсь это игнорировать. Два дня спустя, в полдень, Бай Юньфой снова узрел впереди широкий оживленный тракт, на его глаза чуть не навернулись слезы, наконец-то он вернулся на прежний маршрут. Торжественно поставив ногу на дорогу, на которой даже он не сможет заблудиться, Бай Юньфой изрядно повеселел. Он зашагал по дороге, оглядываясь по сторонам. Тракт пролегал вдоль извилистой реки, на берегу которой тянулась бесконечная вереница Ив. При виде этой картины он эмоционально вздохнул про себя. Не удивительно, что этот город назвали Цуэлю. Здесь так много ив. Гримым, если так подумать, то это довольно простецкий способ давать имена. Много ив назовем город Цуэлю. Много сосен будет город Консон, город зеленых сосен. А если бы здесь было много тополей, то Байен, город тополей, действительно, чего выдумывать. Расслабленно размышляя о всякой ерунде, он неспешно вошел в город. Разумеется, он предварительно достал свою потрепанную шляпу и снова водрузил ее на голову. Пусть он и не заметил пока никакой опасности, ему лучше не привлекать лишнего внимания и держаться как можно незаметнее. Однако, в отличие от прошлого раза, когда он прибыл в город Байфын, сейчас Юньфы не особо тревожился. Возможно, потому что смог покинуть Байфын без происшествий, а может, просто потому, что это место было уже на самой границе провинции Цын-Юнь. Так или иначе, юноша, внимательно сканируя окружающие пространства, также с удовольствием любовался открывающимися перед ним видами. Байюньфы сразу же немного удивился тому, насколько преуспевающим выглядел этот город. Последний раз, когда он был в Байфыне, он смог лишь быстро прошвырнуться по магазинам в сгущавшихся сумерках. Обстановка тогда, мягко скажем, не слишком способствовала расслабленной прогулке и осмотру достопримечательностей. Можно сказать, это был первый раз, когда он действительно мог насладиться видами большого города. Улицы были такими широкими, что на них могли бы разъехаться в ряд четыре экипажа. По обеим сторонам пестрели витринами несчетные роскошные лавки с самыми разнообразными товарами. Байюньфою даже показалось, что вещички в некоторых из этих небольших лавочек были даже лучше, чем товары в так называемых крупнейших магазинах города Лоши. Вокруг было множество людей, все куда-то бежали или степенно вышагивали, отовсюду раздавались голоса и крики, сливавшиеся в неповторимый гул оживленного города. Но что больше всего наполняло Байюньфой энергией и заставляло вертеть головой, так много красивых женщин, простояв с полминуты, будто в трансе, на середине улицы, Юньфой с трудом привел в порядок разбегающиеся мысли. Перед его глазами, казалось, проходил нескончаемый поток изящных и хрупких силуэтов, аромат их косметики заполнил собой всю улицу. Эти прелестные девы прогуливались по улице, в одиночку либо в сопровождении спутников, то и дело рядом раздавались их юные голоса или мелодичный смех. Под дерзким взглядом Юньфой проходящая мимо девушка с корзинкой в руках быстро проскользнула мимо со слегка заолевшими щечками, наблюдая за тем, как ее силуэт растворяется в толпе, Байюньфой неожиданно не смог сдержать вздох. Однако сразу же после этого на его лице возникло странное выражение, он поспешно отвел взгляд и будто бы погрузился в транс. Через некоторое время он с силой тряхнул головой, пробормотав, что это было только что, невозможно, раньше я бы точно не стал себя так вести, только что, видя этих девушек, я даже начал мысленно делать о них различные фривольные замечания, как будто это было для меня естественно. Размышляя об этих аномалиях в его голове, он медленно зашагал к центру города, но теперь женская красота не занимала его ни в коей мере. Пообедав в довольно дорогом ресторане, Байюньфой снова двинулся по улицам, собираясь закупить все необходимое перед сном, а на следующий день продолжить свое путешествие. Байюньфой вышел из ювелирного магазина и с довольным видом погладил свое пространственное кольцо, думая про себя. Пусть и дороговато, но все это украшение высокого качества, этого должно хватить на эксперименты с ювелирными изделиями. Мерзавец, не смей прикасаться к моей госпоже, хо, ты слишком дерзкая для служанки, я пока ничего не сделал твоей юной госпоже, просто она выглядит больной, так что я хотел отвезти ее к доктору. Как ты смеешь называть молодого мастера вроде меня мерзавцем? Как только Байюньфой вышел из ресторана, он услышал гневный голос девушки и надменный ответ мужчины, притормозив он взглянул в том направлении и увидел, как высокомерный юноша в роскошном одеянии и четверо молодчиков в ливреях преградили путь двум девушкам в переулке справа от ресторана. Впереди стояла девушка, одетая как служанка, несмотря на численные преимущества мужчин она не выказывала ни тени страха, наоборот, ее глаза прямо-таки пылали холодным гневом. Позади нее с трудом стояла, прислонившись к стене, девушка в голубом платье, ее голова была опущена, а плечи ссутулины, и водопад чудесных длинных волос полностью закрывал ее лицо, похоже она плохо себя чувствовала и пыталась справиться с сильной болью. ХМПФ, наглая девчонка, не смей злоупотреблять моей добротой, я второй молодой мастер лун, в городе Цуэлю меня все знают, как человека, всегда готового прийти на помощь окружающим, ты посмотри, твоя юная госпожа настолько ослабела, что даже не может идти, лучше не мешай мне, я отведу ее к себе домой, не беспокойся, я быстро ее исцелю, а да, я позабочусь о ней как следует, к концу фразы его голос неуловимо изменился, в нем проскользнули похотливые нотки, в любом месте найдется такой вот бесполезный богатей, подумал Байюньфэй, слегка нахмурившись, к слову, почему эта ситуация кажется мне такой знакомой, это слово все крутится у меня в голове, постановка, что бы это значило, служанка, перегородив проход и не давая этим людям приблизиться, бросила тревожный взгляд на девушку позади себя и с ненавистью процедила, хмпф, мерзавцы, даже не думайте что-то сделать с моей госпожой, если бы не внезапный приступ болезни, то с ее силой она бы играючи разделалась с таким отребием, как вы, чтобы вы знали, моя госпожа, духовн, ха-ха, не пытайся запугать меня, девочка, ваши лица мне не знакомы, думаю, вы только-только прибыли в ЦУ или в поисках развлечений, верно, неудивительно, что вы не знаете, кто я, так вот, в этом городе даже школе Зеленой Ивы приходится выказывать уважение моей семье Лун, Мужчина перебил служанку и продолжил самовосхваление, служанка была упряма, но после этих слов застыла, будто испугавшись, ее также снидало беспокойство за свою госпожу, так что на ее лице отразилась целая гамма эмоций, а в уголках глаз показались слезы, люди, до этого мерно спешившие по своим делам, разбежались, Видимо, второй молодой мастер Лун действительно пользовался здесь дурной славой, ладно, хватит языком молоть, я должен поторопиться и исцелить твою молодую госпожу, ты просто тоже пойдешь со мной, молодой человек, судя по всему, потерял терпение, он оттолкнул служанку в сторону и приказал своим людям схватить ее и не выпускать, ха-ха, не бойтесь, юная госпожа, просто позвольте мне отвезти вас к себе домой, я попрошу лучшего доктора вами заняться, Доброжелательно проговорил второй молодой мастер Лун, приближаясь к девушке в элегантном голубом платье, привалившейся к стене, в то же время он протянул руку, намереваясь схватить ее за запястье, но в тот самый миг, когда он уже почти дотронулся до ее бледной кожи, перед глазами молодого человека внезапно возникла еще одна рука, которая перехватила его кисть и сдавила мертвой хваткой, А второй молодой мастер Лун на миг пораженно застыл, недоуменно повернув голову, он увидел юношу в потрепанных серых одеждах и в помятой соломенной шляпе, который, сжав его руку, глядел на него исполненным презрением взглядом, Ты еще кто такой? Не лезь не в свое дело! После секундного замешательства второй молодой мастер Лун едва не задохнулся от возмущения, он не ожидал, что кто-то посмеет вмешаться, презрение в глазах Бай Юнь Фая стало еще отчетливей, он слегка напряг руку и отбросил молодого человека в сторону, второй молодой мастер Лун явно не ожидал такого обращения и засеменил, пытаясь сохранить равновесие, он остановился лишь тогда, когда его сзади поддержали его подручные, Ты, невероятная наглость, да ты хоть знаешь, кто я такой, ты в курсе, кто мой отец, мой отец Лунган, ты посмел нанести мне оскорбление, так что теперь я заставлю тебя страдать, пока ты не начнешь молить о смерти, взвыл молодой человек, прожигая Бай Юнь Фая взглядом, его лицо пошло красными пятнами от гнева и унижения, эти слова, как можно быть таким предсказуемым? Губы Юнь Фая изогнулись в презрительной усмешке, глава 55, неожиданная встреча, эти слова, можно ли вести себя еще более стереотипно? Губы Юнь Фая изогнулись в презрительной усмешке, ты, второй молодой мастер Лун понятия не имел, что значит слово стереотипно, которое использовал Бай Юнь Фой, однако ему в глаза сразу бросилось презрительное выражение его лица, Он громко закричал на своих подручных, вы все, живо вперед, переломайте ему ноги, выбейте из него всю дуль, заслышав приказ своего хозяина, эти люди с посуровившими лицами ринулись к наглому юноше, бам-бам-бам-бам, прозвучало четыре размеренных удара, Второй молодой мастер Лун в изумлении увидел, как четверо мордоворотов, только что неумолимо приближавшиеся к его обидчику, теперь летели спиной вперед прямо на него, Молодой человек с большим трудом выбрался из-под груды тел, отпихивая тела своих товарищей, кое-как поднялся на ноги и взглянул на Бай Юнь Фая, который неспешным шагом приближался к нему, спесь его лица куда-то разом запропастилась, Он в ужасе попятился, истошно голоса, ты не подходи ко мне, я второй молодой мастер семьи Лун, Лун Таа, мой отец Лун Ган, а мой брат, духовный практик, если ты посмеешь меня тронуть, то семья Лун тебе этого не простит, После этих слов Бай Юнь Фай притормозил и уставился на него со странным выражением на лице, наконец он усмехнулся, ох понятно, похоже, ты действительно всего лишь Лун Таа, прим, дубльвы, По словам переводчиков с китайского, этим словом называют проходных персонажей в фильмах массовку, вот именно, я никто иной, как Лун Таа, я второй молодой мастер семьи Лун, не смей ко мне прикасаться, Этот Лун Таа им, то есть второй молодой мастер Лун Таа не заметил или не понял насмешку в словах Юнь Фая и торопливо закивал, губы юноши скривились, ему расхотелось тратить силы на болтовню, поэтому он лишь процедил, небрежно махнув рукой, Прочь с глаз моих, проводив эту группу людей взглядом, пока они не смешались с толпой, Бай Юнь Фай тряхнул головой, сохраняя на лице немного странную гримасу, было невозможно определить, о чем он так напряженно думает, Юная госпожа, юная госпожа, как вы, полной тревоги голос раздался за его спиной, Бай Юнь Фай удивленно замер, после чего резко развернулся, оказалось, девушка в голубом платье, которая до этого с трудом опиралась о стену, сейчас лежала на земле, служанка склонилась над ней, пребывая в растерянности и тревоге, ее голос звучал так, будто она была готова расплакаться, Бай Юнь Фай быстро подошел и беспокойно произнес, мисс, что с вашей юной госпожой, я мог бы помочь, однако на середине фразы он внезапно застыл, будто громом пораженный, Юнаша ошеломленно смотрел на девушку, лежавшую на земле с закрытыми глазами, это она, не верю своим глазам, это действительно она, Бай Юнь Фай не мог совладать с удивлением, поскольку это была та самая девушка, которая тогда была с Джан Яном в лоши, люмэн, В этот момент в его груди разгорелось странное, непередаваемое чувство, юноша просто стоял на месте, словно погрузившись в транс, только снова услышав голос паникующей служанки он, наконец, смог прийти в себя, С силой тряхнув головой, он заставил себя немного успокоиться, шагнул ближе и присел возле люмэн, размышляя, что же он может сделать в такой ситуации, Люмэн распростерлась прямо на земле, белая кожа ее лица побледнела еще больше, губы были плотно сжаты, а прелестные брови нахмурены, она совершенно не реагировала на возгласы служанки, Видя девушку в таком состоянии, Бай Юнь Фай ощутил болезненный укол в сердце, он опустился на колени перед ней и беспомощно застыл, не зная, что делать, у него не было никаких медицинских навыков, так что он мог лишь изводить себя тревогой, Служанка также не находила себе места от волнения, все, что она могла, было продолжать в панике выкрикивать юная госпожа, внезапно в голову Бай Юнь Фай пришла идея, он озадаченно пробормотал хэм, требуется искусственное дыхание, пока Юнь Фай пытался решить дилемму, использовать или нет этот эффективный метод оказания первой помощи, послышался слабый стон, девушка пришла в сознание, непонятное чувство сожаления возникло в глубине его сердца, Юноша недоуменно нахмурился своим мыслям, но уже в следующую секунду с беспокойством спросил Мисс, как вы, у вас где-то болит? Хотя девушка и пришла в себя, но до сих пор не открыла глаза, а брови так и остались сведены вместе, более того, на ее лбу выступили бисеринки пота, словно она страдала от невыносимой боли, она тихо позвала Сианин, где-где ты? Я здесь, юная госпожа, я здесь, как вы, не пугайте меня так, служанка затороторила, паникуя, ее глаза увлажнились, отведи меня к доктору, срочно, еле слышно проговорила девушка, глупая служанка, наконец очнулась, она была так обеспокоена, что ей в голову не пришел это очевидное действие, которое необходимо было предпринять в первую очередь, да, да, к доктору, сейчас же, засуетилась Сианин, Она хотела пойти и взять госпожу на руки, но обнаружила, что со своим хрупким телосложением до больницы она девушку точно не донесет, она уже готова была впасть в истерику, когда внезапно появилась пара рук, которые подхватили ее госпожу под шею и колени и аккуратно подняли в воздух, Сианин перепугалась, но среагировала мгновенно, Она вскинула голову, но обнаружила перед собой того самого юношу, который ранее прогнал тех мерзавцев, хотя она чувствовала, что не подобает вот так позволять чужаку обращаться с госпожой, но в данных условиях было не до таких мелочей, так что она быстро проговорила Спасибо, спасибо большое, мистер, пожалуйста, помогите мне как можно быстрее отнести госпожу к доктору Да-да, идем, ответил Бай Юньфой, он спешно призвал ее показать дорогу Юньфой в ноздри ударил приятный аромат девушки, лежащей в его объятиях, но ему было не до того, он никак не мог перестать беспокоиться за ее самочувствие В больнице, Бай Юньфой сидел на стуле у входной двери и несколько задумчиво глядел на снующих по улице людей, погруженной в свои мысли С того момента, как он принес сюда Люмэн, прошло уже больше часа, доктор оказывал ей помощь в своем кабинете Чтобы не мешать, Бай Юньфой вышел в холл и стал дожидаться результатов Сзади него послышались мягкие шаги, и юноша пришел в себя Поспешно оглянувшись, он с нескрываемой радостью увидел, как Люмэн медленно приближалась к нему, поддерживаемая сбоку служанкой Сианин В своем голубом наряде она выглядела свежо и элегантно Узкая талия, прямая спина, чудесные волосы, не спадающие на спину шелковистым водопадом Ее бледность сошла, на щечках заиграл приятный румянец Со слабой улыбкой на губах она окинула юношу взглядом своих больших ясных глаз Бай Юньфой неожиданно не смог пошевелиться при ее виде, будто впал в транс Эф-эф-эф, мистер, моя юная госпожа с вами разговаривает, проснитесь, пожалуйста Эти громкие слова внезапно привели юношу в чувство Он обнаружил, что служанка Сианин смотрит на него с озорным блеском в глазах А стоящая рядом с ней Люмэн очаровательно покраснела Девушка бросила на Сианин несколько возмущенный взгляд После чего снова повернулась к Бай Юньфою и грациозно сложила руки в приветственном жесте Мистер, спасибо большое за вашу помощь ранее Раздался ее нежный и мелодичный голос Юньфой снова на секунду застыл очарованный Но затем его сердце кольнула неприятная мысль Она действительно не помнит меня Однако затем он слегка тряхнул головой, высмеивая себя О чем я только думаю Разумеется, она меня не помнит В конце концов, при нашей первой встрече я был лишь жалким плебеем в глазах этих богачей Эй, мистер, вы снова отключились После еще одного лукавого предупреждения от Сианин юноша Выкинул свои бессвязные мысли из головы И, наконец, разлепил губы, непонимающе переспросив Что? Хихи Мистер, моя госпожа, конечно, прекрасно Но вот так отключаться при виде нее слишком грубо Сианин засмеялась В ее глазах плясали озорные огоньки Юная госпожа хотела спросить вас Не согласитесь ли вы поболтать с ней за чашечкой чая Она хочет отблагодарить вас за недавнюю помощь А, ах да, я не против Бай Юньфэй смущенно почесал затылок Согласно кивая Прим, дубль в Изначальное название главы Требуется искусственное дыхание Однако это портит всю интригу Так что взял на себя смелость указать его только в конце главы Глава 56, Лю Мэн второй этаж Чайной Минсен, отдельная комната Заняв свое место, Бай Юньфэй все никак не мог справиться с неловкостью в компании двух прекрасных девушек Он обеими руками обхватил свою чашку и то и дело прихлебывал из нее, не замечая даже, как вместе с напитком проглатывает чайные листья Глядя на такое поведение, служанка Сианин могла лишь снова издать свое ПФФ, сдерживая смех Она бы засмеялась вслух, но ее остановила Лю Мэн Впрочем, той тоже хотелось смеяться, видя столь явное смущение молодого человека Она снова грациозно наполнила чашку Бай Юньфэй чаем и мягко произнесла В этот раз меня неожиданно сковал приступ болезни прямо на улице Да еще и эти негодяи Мне очень повезло, что вы оказались рядом и спасли меня Я действительно не знаю, чем смогу в достаточной мере выразить свою признательность Бай Юньфэй опустил свою чашку, приводя в порядок свои хаотично мечущиеся мысли После чего замахал рукой со словами Не стоит придавать этому такое значение, мисс Помощь другим это тоже источник удова Эм, я хотел сказать, что действовать, видя несправедливость, должен каждый К тому же, мне это практически ничего не стоило Так что такой пустяк не стоит вашей благодарности Но это вовсе не пустяк Лю Мэн хихикнула В тот момент вокруг было множество людей, но на помощь рискнули прийти только вы Этот второй молодой мастер Лун печально известен по всему городу Опираясь на имя своей семьи, он часто творит все, что ему вздумается В этот раз я решил развеять скуку и выйти на прогулку Кто бы мог подумать, что я внезапно угожу прямо в его лапы Семья Лун имеет довольно большое влияние в городе Цуйлю Даже школе Зеленой Ивы приходится с ними считаться Однако вы не побоялись оскорбить второго молодого мастера Лун И это моя вина Простите, что вы оказались в это втянуты На самом деле, с моей силой духовного практика я бы легко расправилась с этими никчемными людьми Но приступ болезни внезапно настиг меня именно в тот момент Боль была невыносимой, так что я оказалась совершенно беззащитной и не смогла дать отпор Сначала Байюнь Фай лишь мысленно вздохнул Значит, школа Зеленой Ивы действительно здесь Но, заслышав последние слова, он озадаченно нахмурился, после чего, не скрывая удивления, воскликнул Хо, вы сказали, что вы тоже духовный практик Лю Мэн с улыбкой отозвалась Мне немного неловко, но я действительно духовный практик Хо и Мэн, а что вы имели в виду под тоже Неужели и вы, видя, что Юнаша кивнул, Сианин невольно прошептала Уа, так вы духовный практик, мистер Неудивительно, что вы смогли так лихо расправиться с теми мерзавцами Байюнь Фай заметил, что Лю Мэн теперь смотрела на него немного по-другому И снова испытал неловкость Ха-ха, не стоило упоминать Я всего лишь слабый духовный практик Мисс, вы Меня зовут Лю Мэн Вы можете звать меня просто Мэнер Мистер Улыбнулась Лю Мэн, услышав очередную мисс Возможно, Байюнь Фаю лишь показалось Но при этих словах она слегка зарделась Могу я узнать ваше имя, мистер? Спросила девушка после небольшой паузы Байюнь Фай, который был изрядно огорошен тем, что ему позволили такое близкое обращение Растерялся Только через минуту он неуверенно ответил Мисс Мэн, Мэнер, вы можете называть меня Юнь Фай Юнь Фай, ха-ха, это имя полно свободы Юноша еще раз от души отхлебнул из своей чашки Будто пытаясь утопить в чай поднявшееся в его сердце волнение Затем он опустил чашку, вспомнив кое о чем и с любопытством спросил Ах да, Мэн, Мэнер, если вы духовный практик, то как вы оказались в таком состоянии тогда? Духовные практики, даже самые слабые, обладали невероятно сильными телами По сравнению с обычными людьми, так что большинство болезней просто не могло на них повлиять Так что вопрос Юнь Фай был вполне логичен Услышав вопрос, Лю Мэн внезапно замолчала Только через некоторое время она мягко вздохнула и заговорила Я с раннего детства была слаботелом и постоянно болела Я почти все время пила какие-нибудь лекарства Но никакие методы лечения не помогали Болезнь постепенно становилась все серьезнее Часто меня охватывали внезапные приступы сильной боли Как будто меня изнутри раздирает железными шипами Это было нестерпимо Доктор, который заботился обо мне, сказал, что я не доживу до 10 Однако позже, когда мне было 8, я повстречала странствующего сеньора Она пожалела меня, поэтому не только пробудила дремавшую во мне духовную силу Но и обучила методу практики, что позволило мне стать духовным практиком Затем она продолжила свое путешествие, оставив лишь напутствие и инструкции Она сказала, что если я буду следовать им и усердно тренироваться, то мое тело сможет излечиться По мере того, как я становилась сильнее, я действительно стала чувствовать себя намного лучше Сейчас я очень редко переживаю подобные приступы А как только я смогу прорваться на ступень ядра духа, природные элементы укрепят мое тело, и болезнь отступит навсегда Сегодня утром я приняла свои лекарства, как обычно, но приступ почему-то все равно случился Мое тело сковало боль, даже разум помутился, и в этот момент появились эти негодяи Если бы вы не помогли мне в тот момент, то я, возможно, просто умерла бы от боли Можно сказать, что я обязана вам жизнью Бай Юньфой немного откинулся на стуле, наслаждаясь звуком ее мелодичного голоса Однако, когда он внезапно расслышал слова обязана жизнью, то чуть не поперхнулся чаем, усиленно мотая головой Эм, вы принимаете это слишком близко к сердцу, Мэньер Я не делал ничего такого важного Я не спасал вашу жизнь Вы не должны К счастью, он вовремя захлопнул рот, чуть не сказав платить мне своим телом Юньфой уже в который раз с недоумением и некоторым презрением внутренне смирил себя взглядом Не должна что Однако Лю Мэн с любопытством ждала продолжения Хе-хе, ничего, совсем ничего Не упоминайте об этом более, Мэньер Я чувствую себя неловко Сианин, наконец, не смогла сдерживаться и перебила Мистер Юньфой, вы же мужчина Как вы можете быть даже более застенчивым, чем моя госпожа Где тот героический дух, который вы демонстрировали Расправляясь с теми негодяями Кхе, кхе, кхе После слов служанки Бай Юньфой смутился еще больше и отчаянно закашлялся Когда они вышли из чайной, уже сгущались сумерки Прежде чем расстаться, Лю Мэн, словно вспомнив о чем-то, внезапно со смехом спросила юношу Точно, Юньфой, давай завтра вместе прогуляемся к горе Цинцуань Что за городом? Ты только что прибыл в Цуэлю Так что это отличная возможность полюбоваться здешними видами Я слышала, что ключевая вода на этой горе невероятно чистая и сладкая А еще она обладает целительными свойствами А, завтра, только мы с тобой Не задумываясь, выпалил Бай Юньфой Сразу после этого он осознал, насколько неподобающе это звучит Ему даже захотелось отвесить себе пару оплеух Как он мог неожиданно ляпнуть нечто настолько фривольное Хэй, хэй, мистер Юньфой, вы заходите слишком далеко Я и подумать не могла, что вы начнете заигрывать с моей юной госпожой Цианин набросилась на него в притворном гневе Кроме того, вы просто отбросили меня в сторону, не так ли? Но я должна постоянно присматривать за госпожой Я не могу оставить ее ни на секунду Цианин, вот несносная служанка, не неси ерунды Люмэн бросила на Цианин негодующий взгляд, после чего с чарующей улыбкой, слегка покраснев, повернулась к Бай Юньфою Что ж, тогда решено Юньфой, ты должен как следует отдохнуть Встретимся у восточных ворот завтра на восходе К тому моменту, когда Бай Юньфой восстановил самообладание, две девушки уже исчезли в конце улицы Он еще немного постоял, затем, наконец, вздохнул Ему ничего не оставалось, кроме как развернуться и отправиться в таверну, в которой он снял комнату Добравшись до своей комнаты в таверне, Бай Юньфой развалился на кровати, закинув руки за голову, и задумчиво уставился в потолок Сейчас ему не хотелось даже заниматься духовной практикой Перед его мысленным взором одна за другой проносились сцены сегодняшнего дня после встречи с Люмэн Внезапно выражение его лица поменялось, он слегка нахмурился Кажется, ему в голову пришла какая-то важная мысль Ее личность, когда она тогда была с Чжан Яном, то называла Чжан Чжинь Шаня своим дядей Как она связана с семейством Чжан? Он еще сильнее нахмурился, его брови почти сошлись на переносице Она должна уже знать о смерти Чжан Яна Если их связывали тесные узы, то ей должно быть известно, что это именно я убил Чжан Яна Но, судя по ее поведению сегодня, неужели она действительно совершенно меня не запомнила, или это была всего лишь игра? Нет, невозможно, во время ее приступа она определенно не играла К тому же, я не заметил абсолютно ничего подозрительного вокруг В таком случае я зря так напрягаюсь, вероятно, с семьей Чжан у нее просто не слишком-то близкие отношения Насколько я помню, она довольно прохладно тогда относилась к Чжан Яну В голове Юньфы невольно всплыли события того дня, когда он впервые встретил Лю Мэн Чжан Ян остановись, я разве говорила, что хочу его смерти Кроме того, не похоже, что прострация этого человека была наигранной Да и даже если он меня задел, нет необходимости забирать его жизнь Наконец он уже получил от тебя удар только что, посмотри в каком он состоянии Будем считать, что он понес свое наказание Ха-ха, тем более он возместил мне неудобства этим Танхулу Это из-за тебя она валяется на земле При воспоминании об этих событиях его глаза затуманились Невероятное сильное чувство взметнулось в глубине его сердца Рассеивая все сомнения по поводу Лю Мэн и заставляя поверить в лучшие Завтра, прогулка Бай Юнь Фэй припомнил слова, сказанные Лю Мэн при расставании Но мне все равно придется покинуть это место Пусть даже семья Чжан меня до сих пор не обнаружила Если я задержусь здесь еще дольше, то лишь подвергну свою жизнь опасности Что ж, тогда решено Юнь Фэй, ты должен как следует отдохнуть Встретимся у восточных ворот завтра на восходе В голове, будто наяву, снова зазвенел ее нежный голос Бай Юнь Фэй слегка нахмурился, испытывая внутреннюю борьбу В конце концов, ладно, денек можно расслабиться Из-за одного дня проблем возникнуть не должно Глава 57 Прогулка и беседа утро следующего дня К тому моменту, как Лю Мэн и Сианин прибыли к восточным вратам Бай Юнь Фэй ждал там уже, по меньшей мере, час Юнь Фэй, прости за опоздание Завидев юношу, Лю Мэн слегка ускорила шаг и подошла К нему с выражением сожаления на лице Ха-ха, все в порядке, я сам недавно подошел Беспечно засмеялся Юнь Фэй, не собираясь рассказывать Ей, сколько времени он проторчал здесь на холоде Мистер Юнь Фэй, юная госпожа не виновата Вмешалась подоспевшая Сианин Ей снова не здоровилось поутру Только выпив лекарство, которое мне спешно пришлось Приготовить, она почувствовала себя лучше После чего она сразу же направилась сюда Ох, это правда, Мэн Ер, как ты себя сейчас чувствуешь? Если тебе плохо, просто скажи В таком случае сегодня нам не стоит идти на эту гору Цэн Цуань Бай Юнь Фэй, забеспокоившись, переменился В лице и засыпал девушку градом вопросов Лю Мэн, похоже, не ожидала такой бурной реакции Она пришла в замешательство, но через секунду ответила Пряча улыбку Я не настолько слаба, как ты думаешь Не забывай, я духовный практик Расслабься, со мной уже все в порядке Если не случится очередного приступа То проблем быть не должно Ох, слава богу, это хорошо Бай Юнь Фэй осознал, что потерял самообладание И сконфуженно почесал в затылке Затем, внезапно вспомнив, он спрятал правую руку за спину Когда она снова показалась на свет В ней была зажата палочка с засахаренными фруктами Танхулу Мэн Йер, я купил этот Танхулу специально для тебя Произнес он с улыбкой, глядя на изумленное выражение ее лица Юнь Фэй, ты Как ты узнал, что мне нравится Танхулу? С любопытством спросила Лю Мэн, радостно улыбнувшись Мэн, я видел, что многие девушки с удовольствием едят это лакомство Так что решил купить один и тебе Бай Юнь Фэйу пришлось солгать Разумеется, он не мог ей сказать, что при их первой встрече он выбил Танхулу из ее руки И, хотя он тогда купил ей взамен новый, его постигла та же участь из-за Чжан Яна Хэм Пэф Вы так жестоки, мистер Юнь Фэй А я не девушка, что ли? Вы купили Танхулу только для юной госпожи Хэм Хэм, наверное, вы замыслили что-то плохое Сбоку раздался разгневанный голос служанки Сианин, который заставил его потерянно застыть Он даже слегка покраснел Хе-хе, просто шучу Пожалуйста, не злитесь, мистер Юнь Фэй Глядя на смущенного Бай Юнь Фэя, злорадно проговорила Сианин и показала ему язык Юноша смог выдавить из себя смешок, но он понятия не имел, как ответить этой коварной служанке Поэтому он мог лишь повернуться к Люмэн Эм, ха-ха, мыньер, пойдем уже Да, идем Трава, цветы, деревья, птички, ручей, ветерок Впервые в жизни Бай Юнь Фэй ощущал, насколько приятным может быть подъем на гору Его можно было назвать экспертом по восхождению на горы Он бы и сам не смог сказать точно, сколько гор ему пришлось преодолеть с того момента, как он покинул Лоши Но он всегда взбирался на горные кручи, чтобы срезать путь и уйти от погони Так что подобная неспешная прогулка для него была внове Или, возможно, причиной его приподнятого настроения были вовсе не горные пейзажи, а человек, шагающий рядом с ним Бай Юнь Фэй набрал в чашу чистой родниковой воды Затем вернулся к Лю Мэн, которая ждала его под деревом, и протянул ей со словами «Мэнер, ты устала?» «Если да, то давай немного отдохнем здесь, хорошо?» «Ха-ха, а что, если нет?» Лю Мэн приняла чашу из его рук Сделав небольшой глоток, она мягко проговорила «Ты снова забываешь, что я духовный практик, подобная прогулка для меня ничего не стоит Пойдем дальше, мы достигнем вершины еще до обеда» Бай Юнь Фэй забрал протянутую ему обратно чашу и осушил ее одним глотком При виде его поступка устоявшей рядом Лю Мэн слегка залели щечки «Ох, в таком случае, у меня нет возражений, мы, у меня, у меня есть возражения» Гневный запыхавшийся голос послышался с той стороны, откуда они пришли Повернувшись на звук, они увидели служанку, которая плелась, едва переставляя ноги Приблизившись, служанка устало выдохнула, согнувшись в поясе и уперев руки в бока «Юная-юная госпожа, мистер Юнь Фэй, вы двое, вы действительно не думаете о других» Сианин с трудом преодолела разделявшее их расстояние, до сих пор пытаясь восстановить дыхание В то же время она надула губки и обиженно произнесла «Вы считаете, что можете просто оставить меня позади, только потому, что вы духовные практики, хах, я так, так устала» Бай Юнь Фэй и Лю Мэн смущенно переглянулись Однако в следующий момент, когда Бай Юнь Фэй снова посмотрел на надувшуюся Сианин В его глазах заплясали озорные огоньки «Мэнер, давай устроим соревнование, кто первый доберется до вершины» С улыбкой предложил он Лю Мэн Девушка поначалу непонимающе воззрилась на Юнь Фэя, но затем сообразила Она перевела взгляд на Сианин и в ее глазах неожиданно промелькнуло коварство Она кивнула, непринужденно проговорив «Хорошо, давай, только у меня будет фора» К удивлению Бай Юнь Фэя, сразу после этих слов она сорвалась с места Обдав его волной приятного аромата и оставляя позади Ее платье развивалось на ветру, когда она на огромной скорости грациозно устремилась вверх по склону Словно хрупкая эльфийка На самом деле удивление Юнь Фэя не продлилось и секунды, однако он не сразу упустился в погоню Вместо этого он немного выждал, позволяя Лю Мэн увеличить разрыв После чего бросил мимолетный взгляд на ошеломленную Сианин и сдал смешок и ринулся вперед «Эй-эй, юная госпожа, мистер Юнь Фэй, вы двое, вы не можете так со мной поступить» Крики Сианин неслись ему вслед В то же время ветер донес спереди переливчатый смех Лю Мэн Хмыкнув, Бай Юнь Фэй побежал к вершине горы В этот момент его сердце заполнили безмятежность и счастье, коих он никогда не испытывал прежде На вершине горы Бай Юнь Фэй и Лю Мэн сидели рядом друг с другом на траве, молча наслаждаясь видом бескрайнего зеленого моря перед глазами Их обдал порыв свежего ветра, и несколько локонов девушки отбросило в сторону Юнь Фэя, пощекотав ему лицо Когда Лю Мэн это заметила, она улыбнулась юноше и убрала непослушные пряди за ухо «Спасибо тебе, Юнь Фэй» Лю Мэн первой нарушила молчание, умиротворенно наблюдая за пролетающей мимо птицей «А, почему ты опять это говоришь? Я же уже объяснял, что вчера, не только за вчера, но и за сегодня» Мягко перебила его Лю Мэн на середине фразы Она слегка тряхнула головой и продолжила «Спасибо, что составил мне компанию и помог развеяться Единственный человек, с которым я обычно могу прогуляться, это Сианин Хоть она и моя служанка, но мы с ней будто сестры Однако кроме нее у меня практически нет друзей Раньше у меня было слишком слабое тело для таких вещей А потом я и сама не желала ни с кем сближаться Поскольку у всех, кто пытался со мной подружиться, были недобрые намерения Ты знаешь, хоть я и духовный практик, я не в силах жить той жизнью, которой хотела бы Медленно проговорила она, задумчиво перебирая пальцами стебли травы Чтобы избавиться от болезни, я проводила почти все свободное время, занимаясь духовной практикой Изредка мне удавалось выйти на прогулку, но я делала это лишь для того, чтобы стряхнуть нервное напряжение, дойдя до трудного этапа в тренировках Мой отец он торговец, он использует любые средства для расширения бизнеса, включая и мое будущее замужество В школе льда на северо-востоке провинции Цэн Юн есть один старейшина по фамилии Лю Мой отец сумел каким-то образом раскопать некую призрачную родственную связь с этим человеком и хотел добиться поддержки в своих делах со стороны этой школы После этого он познакомился еще с одним старейшиной, Чжан Чжэньшанем Заискивая перед ним, он начал вести торговлю с семейством Чжан из города Лоши Он был так горд в то время, а чтобы еще больше укрепить отношения между нашими семьями, он сосватал меня молодому мастеру семьи Чжан, Чжан Яну Мне тогда было лишь 14, так что я даже не могла возражать Мой отец все равно не стал бы слушать моих возражений, так что мне лишь оставалось надеяться, что я смогу очень быстро достигнуть ступени ядра духа Только тогда мои слова будут иметь какой-то вес С тех пор Чжан Ян часто пытался ухаживать за мной Однако я отчетливо видела, что он преследует лишь свои грязные эгоистичные интересы Тем не менее, отношения между моим отцом и семьей Чжан со временем становились лишь ближе Та семья очень могущественна, мы не можем позволить себе ее оскорбить Мне даже приходилось периодически ездить в этот Лоши, чтобы навестить моих будущих родственников Последние слова Лю Мэн произнесла с печалью и горечью Однако после этого она встрепенулась и внезапно сменила тему Но несколько дней назад мой отец получил послание, в котором говорилось, что за день до этого Чжан Ян был убит Глава 58, Дуэт Лунтаа Прим, Дубльвы Лунтаа Лунгтаа, проходной персонаж в фильме «Массовка» записал слитно, чтобы было понятнее в тексте главы Но несколько дней назад мой отец получил послание, в котором говорилось, что за день до этого Чжан Ян был убит В этот момент голос Лю Мэн зазвучал громче, в нем послышалось удивление, а также нотка радости Я всегда знала, что он никчемный человек, даже хуже, чем тот второй молодой мастер семьи Лун, которого мы видели вчера Он творил свои злодеяния, прикрываясь влиянием семьи, и никто не смел ему перечить Забавно, что в конечном итоге его кто-то просто убил Я ничего не почувствовала, когда узнала о его смерти Скорее даже обрадовалась Я счастлива, что мне, наконец, больше не придется беспокоиться об этой так называемой помолвке Но кто мог предположить, что мой отец неожиданно скажет мне отправиться в Лоши, чтобы принять участие в похоронах в качестве его невесты Я совершенно не горела желанием это делать, так что даже поссорилась с отцом В гневе я ушла из дома с Сианин и решила несколько дней побыть вдали от всех этих хлопот, а уж потом возвращаться А вчера произошел этот инцидент, и я повстречала тебя, Юньфы Когда я очнулась в той клинике и увидела тебя, то почувствовала, что ты отличаешься от других людей Лю Мэн на секунду замолчала Когда она продолжила, в ее голосе прорезалось приятное удивление Ты духовный практик, в глазах простых людей ты чуть ли не высшее существо, но в тебе нет ни капли высокомерия А когда ты мне помог, ты ничего не ждал в качестве благодарности Плюс ко всему, то, как ты на меня смотришь, хоть это и несколько-несколько Лю Мэн слегка покраснела, так и не сумев подобрать слова, она резко сменила тему Я точно могу сказать, что в твоих глазах не было недобрых намерений, как в глазах Джан Яна Когда он смотрел на меня, то, как бы он ни пытался это скрыть, я отчетливо видела его жажду обладания, как будто я какая-то вещь Вот почему я не могла упустить такую возможность подружиться с тобой и пригласила тебя в чайную под предлогом благодарности А затем попросила составить мне компанию в этой прогулке на гору Цинцуань Юньфэй, мы же теперь уже друзья, да? Бай Юньфэй сидел, не шевелясь, ловя каждое ее слово и пытаясь переварить все, что она только что поведала о себе Однако внутри него распространялось странное чувство, его глаза блестели, в них отражалась глубокая задумчивость Когда он услышал вопрос Лю Мэн, он внезапно очнулся После секундного замешательства он немного нервно проговорил Ох, конечно, мы друзья, хе-хе, я так рада У меня, наконец, появился друг Не один из тех негодяев, желающих сблизиться со мной ради каких-то своих целей А друг, которого я нашла сама Лю Мэн, казалось, откинула в сторону все свои печали На ее губах заиграла улыбка Она оперлась на отведенные назад руки, беззаботно наблюдая за стайкой птиц высоко в небе Судя по всему, она была необыкновенно счастлива Сердце Бай Юньфэя забилось чаще, но он не знал, что сказать Нервничая, он неосознанно вырывал из земли перед собой одну травинку за другой На какое-то время снова воцарилось молчание, которое ни один из них не хотел нарушать первым Вы двое, вы действительно зашли слишком далеко на этот раз Слишком далеко В чувство их привел надрывный яростный вопль Они синхронно оглянулись на звук Оказывается, служанка Сианин, в конце концов, одолела подъем на эту вершину И сейчас стискивала свои кулачки, глядя на лениво развалившихся на траве молодых людей Люмэн пришлось изрядно постараться, чтобы задобрить разъяренную Сианин Одна эта сцена уже давала понять, что они действительно относились друг к другу, как сестры Ни один хозяин не станет вот так успокаивать слугу Да и ни один слуга не посмеет рассердиться на своего хозяина Когда настало время обеда, Люмэн извлекла из своего пространственного кольца корзину для пикника Это была огромная многоуровневая корзина из особых материалов Когда ее открыли, еда внутри все еще была теплая Это изрядно смутило Байюн Фуя Он тоже взял с собой в пространственном кольце немного еды Но это были лишь два сырых цыпленка Изначально он намеревался поджарить мясо на костре Но увидев с ней, принесенную девушками, юноша подумал, что его план был слишком примитивным И не решился их достать Перекусив, они устроили неспешную прогулку по этому горному плато Собирая цветы, гоняясь за кроликами и ловя красивых птиц То и дело на лужайке раздавался звонкий девичий смех На закате три силуэта возникли на главной дороге, ведущей к восточным городским воротам Это были Байюн Фуя и две девушки На лицах каждого из них было выражение неутоленного до конца желания Байюн Фуя шел слева, Люмэн посередине, Асианин справа Она непрерывно щебетала что-то, явно находясь в приподнятом настроении Вы действительно нечто, мистер Юньфой Та синяя птичка уже даже взлетела Однако вы все равно умудрились ее поймать Сианин все никак не могла успокоиться Вспоминая, как Байюн Фуя в несколько движений буквально взлетел на огромное дерево Подпрыгнул и легко поймал небольшую птичку прямо в воздухе Однако уже через секунду на ее лице показалась тень сожаления Но зачем вы ее отпустили в конце, юной госпоже она так понравилась Ха-ха, эта птица принадлежит небу Она должна иметь возможность свободно летать, такова ее природа Я поймал ее ненадолго, просто для развлечения Как я мог посадить ее в клетку и лишить свободы С мягкой улыбкой отозвался Байюн Фуя Но разве другие люди не держат птиц в клетках? Ах, забудьте, вы ее поймали, вам и решать, что с ней делать Но больше всего мне жаль, что тот кролик с белыми полосками смог удрать Я никогда еще не видела такого милого зверька Я бы так хотела его вырастить Ах, да, даже если бы мы его поймали, вы бы все равно его отпустили, хмпф А, тот кролик? Да, жаль, что он убежал Но если бы мы его поймали, я бы его не отпустил Ответил Байюн Фуя с серьезным выражением лица А, неужели вы тоже хотели себе такого питомца? Нет, я бы его съел Ах, вы дьявол Им, позволь кое-что спросить, Сианин Кажется, в нашей еде сегодня в том числе была и крольчатина Верно? Это Ха-ха, пол на тебе, Сианин Перестань трещать Ты болтала на протяжении всего обратного пути Ты не устала? Глядя на мило нахмурившиеся личи Касяанин Люмын не смогла удержаться от смеха Так, переговариваясь и подшучивая Они миновали ворота и двинулись по широкой улице Однако, очень скоро дорогу им заступила группа людей Брат, это он Он оскорблял нашу семью Лун Раздался полный ненависти голос Из группы вышли два человека Одним из них оказался второй молодой мастер семьи Лун Лунтаа, нет, Лунтаа Который вчера пытался помочь Люмын и бежал Поджав хвост от Бай Юньфэя Бай Юньфэй сказал девушкам отойти немного А сам сделал шаг вперед Глядя на этих двоих, он нахмурился Молодой мастер Лунтаа, почему вы до сих пор не ушли со сцены? Что? Выпучил глаза Лунтаа Не только он не понял смысла этой неожиданной фразы Юньфэя Все окружающие также удивились Однако было ясно одно Бай Юньфэй определенно ни в грош не ставил второго молодого мастера Лун Стоящего перед ним ХМПФ Какой наглый паренек Похоже, ты действительно не уважаешь мою семью Лун Прежде чем Лунтаа смог что-то ответить Заговорил стоявший рядом с ним высокий и крепкий бородач Бай Юньфэй посмотрел на него Затем снова перевел взгляд на Лунтаа Уловив явное семейное сходство Он с сомнением протянул Ты его отец что ли? Лунган или что-то вроде того? Я, я его брат Взревел бородач Его лицо покраснело Хо, брат? Юньфэй еще раз сравнил их между собой Затем цокнул пару раз языком и спросил Если ты его брат, то ты, должно быть, первый молодой мастер Лун Верно, твое имя? Первый молодой мастер Лун холодно усмехнулся и ответил с выражением явного превосходства на лице Вот именно, я первый молодой мастер семьи Лун Лун Таа, прим, дубль вы Переводчики с китайского пишут, что это Таа произносится похоже, но пишется иначе, чем Таа второго молодого мастера Лун Губы Бай Юньфэй дрогнули От неожиданности он чуть не подавился Уставившись на них, он какое-то время молчал, но потом не выдержал и расхохотался Столько слов, столько пафоса Но, оказывается, ты тоже Лун Таа Ох, в самом деле, неудивительно, что вы братья Дуэт Лун Таа, ахаха Бай Юньфэй от души веселился под любопытными взглядами окружающих Ему действительно казалось, что братьям достались крайне забавные имена Конечно, поскольку Бай Юньфэй был единственным, кто знал смысл слова Лун Таа Эту шутку мог оценить только он сам Хотя откуда в его голове взялось это знание, юноша бы вряд ли смог ответить Хэмпэев, что за безумный язык, к черту все это Эй, вы все, взять его Сломайте ему ноги для начала Мы заберем его с собой и подвергнем его пыткам Яростно закричал Лун Таа старший своим двадцати с лишним молодчиком Он был настолько взбешен непонятными насмешками Бай Юньфэя Что у него даже борода встопорщилась Бай Юньфэй перестал смеяться и взглянул на постепенно берущих его в кольцо людей Однако ни тени паники в его глазах не возникло Он одними глазами подал знак девушкам И они понятливо отступили еще дальше Они также не слишком волновались Ведь эти люди просто не смогут что-то сделать духовному практику вроде Бай Юньфэя Схватка продлилась недолго Почти каждый из двадцати с лишним мордоворотов Имевших неосторожность приблизиться к Бай Юньфэю Теперь лежал на земле, скрючившись и прижимая руки к животу Когда Лунтаа-старший увидел, что Юньфэй стоит среди горы тела и смотрит на него с таким выражением, будто этого недостаточно На его лице возникла неприятная гримаса Он с ненавистью процедил Духовный практик, и что с того, я лично разделаюсь с тобой Все мышцы на его теле внезапно налились силой и увеличились в размерах После чего он со свирепым выражением налицеринулся на Юньфэя Глядя на это, Бай Юньфэй позволил себе легкую улыбку Сейчас адепт духа на поздней стадии уже не представлял для него угрозы Только что, против обычных людей он не использовал духовной силы Так что его противник не мог сказать, насколько он силен Этот человек несся прямо на него, так что Бай Юньфэй тоже решил не затягивать бой Он направил духовную силу в мышцы, и в его глазах сверкнуло коварство Качнув телом, он внезапно оказался прямо перед противником Тот только и успел, что изумленно вытаращится, когда правый кулак Юньфэя мелькнул перед его глазами От сокрушительного удара в живот бородач тут же отправился в непродолжительный полет И все это сопровождалось еще одним восклицанием Бай Юньфэя, которое опять-таки никто из присутствующих не понял Вы уже отыграли ваши роли, немедленно покиньте сцену Глава 59 Необъяснимое нападение Бай Юньфэй не использовал искусство наложения волн Но даже так его удара было более чем достаточно для адепта духа вроде Лунтаа-старшего Только сделав пять или шесть шагов назад он смог восстановить контроль над своим телом и избежать падения Воин духа Лунтаа, прижимая руки к животу, с изумлением воззрился на Бай Юньфэя О, теперь ты меня испугался? Слишком поздно Бай Юньфэй хихикнул и снова метнулся вперед Несмотря на свое ошеломленное состояние, Лунтаа пришлось собраться, поскольку противник уже приближался Мышцы его тела словно забурлили, вздуваясь еще больше Этот и без того мускулистый мужчина разом стал казаться еще шире После этого он нанес мощный удар кулаком налетевшему на него Бай Юньфэю Однако тот, уже почти добравшись до Лунтаа, внезапно завалился в бок Свирепый удар Лунтаа смог поразить лишь его остаточное изображение Затем, еще раз странно качнув телом, Бай Юньфэй выпрямился, возникнув по левую руку от бородача Бросив на него многозначительный взгляд, Юньфэй поднял руку и отвесил ему звонкую оплеуху После этого, под изумленным взглядом окружающих юноша, будто дразня гориллу, замелькал вокруг Используя волновую поступь и создавая бесчисленные иллюзии вокруг Лунтаа Как бы яростно мужчина не рычал, как бы не размахивал кулаками, но он попросту не мог попасть по врагу А Юньфэй, тем временем, награждал его одной хлесткой пощечиной за другой И при этом еще и приговаривал наставительно, войдя в раж Это за то, что вел себя как важная шишка Это за твою неподстриженную бороду Это за то, что прикрываешься именем своей семьи, чтобы задирать людей Это за то, что ты всего лишь проходной персонаж Лунтаа Через какое-то время лицо Лунтаа опухло, напоминая рыло свиньи хуже того, бородатой свиньи Наконец, Бай Юньфэй, по всей видимости, наигравшись, нанес особенно мощный удар Отправив тело противника в полет Это действие он также сопроводил комментарием заключительным И последнее, что я хотел тебе сказать Твоя роль окончена Убирайся со сцены Лунтаа пролетел, вращаясь вокруг своей оси, больше двух метров Прежде чем с грохотом приземлиться на землю После этого он с трудом сплюнул кровь, а также пару зубов Когда он снова взглянул на Бай Юньфэя В его глазах плескались ужасы и невероятные унижения Поскольку с ним, с адептом духа на поздней стадии Игрались, как с куклой Никогда в жизни он не испытывал такого позора Отправив в Нагдаун старшего брата, Бай Юньфэя тряхнул руки и медленно Повернулся к младшему Лунтаа, который неверящим взглядом наблюдал за происходящим Почему-то, когда он вспомнил, как этот человек вчера пытался заполучить Люмэн В его душе поднялась волна раздражения Юноша холодно усмехнулся и неспешно пошел к новому противнику Эта усмешка неожиданно привела Лунтаа в чувство Когда он понял, что Бай Юньфэй направляется прямо к нему, его лицо исказилось от панического ужаса Он неосознанно попятился, но ноги не слушались его Так что уже через пару шагов он, нелепо взмахнув руками, шлепнулся на задницу Используя все свои конечности, он попытался отползти Одновременно проговорив дрожащим голосом Ты, что ты хочешь со мной сделать? Не под, не подходи ко мне Мой, мой брат, его взгляд внезапно упал на избитого до полуобморочного состояния родственника и торопливо поправился Мой отец Лунган В моей семье Лун множество экспертов Ты не можешь мне навредить В глазах Бай Юньфэй сверкнуло презрение Однако он все же притормозил, как ему и сказали И в тот момент, когда его противник облегченно вздохнул Юноша мгновенным движением руки послал вперед три холодно блеснувших лучика света Лунта услышал лишь три приглушенных звука Когда он недоуменно опустил взгляд, его лицо смертельно побледнело, а на лбу выступил холодный пот Он увидел, что между большими и указательными пальцами каждой руки в земле торчит кинжал, практически пришпилив его кисти к поверхности Но самым чудовищным было то, что еще один кинжал опасно вибрировал, вонзившись в землю между его ног Он разрезал ткань его штанов в паху и глубоко погрузился в землю Лунта младший даже ощутил холод металлической поверхности своей кожей Видя, что противник был так напуган, что вот-вот обмочится Бай Юньфэй внезапно потерял интерес к этой стычке Ему наскучило Юноша помахал рукой, будто прогоняя надоедливое насекомое Быстро, прочь отсюда Наблюдая, как группа людей кое-как поднимается на ноги и исчезает вдали Бай Юньфэй расстроенно покачал головой и незаметно вздохнул Черт, это действительно слишком стереотипно Ты в порядке, Юньфэй? Подошла к нему Люмэн, когда он собирал кинжалы Ох, конечно, в порядке Будто они могли мне навредить Он ответил с оттенком превосходства в голосе и улыбнулся Юньфэй, наверное, не стоило с ними так играть Семья Лун действительно обладает немалым влиянием в этом городе Я опасаюсь, проговорила, нахмурившись Люмэн, глядя в том направлении, куда удалилась группа побитых мужчин Эх, ты права, Мэньер, я слегка увлекся Когда я понял, что они оба лунта, я просто не смог удержаться, чтобы как следует их не проучить Бай Юньфэй поскреб в затылке, также осознав, что немного перестарался Но не думаю, что возникнут проблемы, это же просто разногласия между молодыми людьми Да и потом, теперь он также знает мой уровень силы, так что вряд ли еще раз посмеет меня побеспокоить Ох, надеюсь, что так мягко вздохнула Люмэн Ладно, давай не будем больше про них Лучше найдем какой-нибудь ресторан и поужинаем Хорошо, Юньфэй Луна была такой яркой, что на ночном небе можно было различить лишь несколько звезд Бай Юньфэй неспешно шел по переулку, возвращаясь в свою таверну Черт, почему я снова согласился Я же точно помню, что собирался уже завтра покидать город Бай Юньфэй вздохнул, бредя с опущенной головой А вместо этого завтра я иду с ними в храм Цуйхуа в восточной части города, чтобы возжечь благовония Почему я в тот момент согласился, даже не раздумывая Хотя он и сожалел о том, что согласился еще ненадолго остаться в Цуйлю В глубине души он с нетерпением ждал завтрашней прогулки В его голове царил кавардак, разобраться в котором он уже отчаялся Останусь здесь еще на один день, только один день Не думаю, что это что-то изменит Постарался он успокоить себя Когда юноша уже собирался ускорить шаг, выражение его лица внезапно резко изменилось Он остановился и уставился в переулок справа, жестко проговорив Кто ты, выходи, ха-ха, похвальная настороженность Маленький брат, издав сухой смешок из темноты, показался силуэт Судя по его голосу, это был пожилой мужчина Он был невысокого роста и, судя по всему, без оружия Хотя он и показался, но совсем из тени не вышел Так что лицо было разглядеть невозможно Кто ты такой, что ты задумал? Нахмурился Бай Юньфэй Его правая рука еще в первую секунду нырнула за спину В то же время, его разум лихорадочно перебирал варианты Мог ли это быть человек, посланный семьей Лун, или он из школы Льда? Незнакомец все это время внимательно ощупывал цепким взглядом Бай Юньфэя Наконец он с прежней улыбкой отозвался Меня ты не знаешь Я также не до конца уверен насчет твоей личности Так что давай для начала обменяемся ударами Сразу же после этого он, без какого-либо предупреждения, ринулся в атаку Вот эта скорость мысленно ужаснулся Бай Юньфэй, глядя на приближающегося противника Однако на его лице это никак не отразилось Его ноги мягко скользнули в бок, уводя тело из-под удара В то же время он сделал незаметный жест правой рукой, и два кинжала устремились прямо к врагу Однако его противник, похоже, просчитал этот маневр юноши Он слегка отклонился, уклоняясь от клинков, и продолжил движение, даже не замедлившись В лунном свете Бай Юньфэй, наконец, смог отчетливо разглядеть внешность нападавшего У него были странные волосы с перемежающимися светлыми и темными прядями, а лицо оказалось вовсе не таким старым, как можно было ожидать Однако сейчас, когда он улыбался, стали заметно небольшие морщины Мужчина посмотрел на Юньфэй осузившимися глазами, и его рука, сложенная когтями, свирепо метнулась прямо к горлу юноши Когда уже казалось, что он преуспел, Бай Юньфэй внезапно упал навзничь Затем, так и не коснувшись земли, он изогнулся по странной дуге и выпрямился с другой стороны Но прежде, чем Юньфэй смог сделать еще хоть что-то, он ощутил, как огромная сила обрушилась на его левый бок Оказалось, незнакомец мгновенно сменил коготь на раскрытую ладони, будто бы легонько хлопнул ею по боку Юньфэя Сила удара была такова, что Бай Юньфэй пришлось отступить на пару шагов, гася импульс Видя, что следом уже идет второй удар ладонью, он мрачно усмехнулся Ноги юноши заработали, и на том пятачке, где он стоял, остались два его остаточных изображения Но он не собирался отступать Вместо этого Юньфэй мгновенно развернулся и выбросил вперед кулак, целясь прямо в сердце врага Противник удивился и с неожиданной прытью прервал на середине свой удар ладонью Со скоростью молнии вернув руку, он скрестил ладони перед грудью, собираясь прямо принять этот удар Бай Юньфэя Глаза юноши вспыхнули, мышцы на правой руке вспухли, и кулак продолжил свой путь, ускорившись в несколько раз Искусство наложения волн, девятикратный кулак, бам, раздался оглушительный хлопок В глазах мужчины промелькнуло изумление, он заработал ногами, пытаясь затормозить С каждым шагом из-под его ног раздавался чудовищный треск Это толстые плиты из синего камня под его ногами, которыми была замощена улица, разлетались на куски Незнакомца отнесло метров на десять, только после этого его ноги смогли нейтрализовать чудовищную силу девятикратного кулака После чего он слегка встряхнул руками, как неудивительно, но старик, судя по всему, остался совершенно невредим Глава 60 Хунынь, приемный сын короля волков Бладхаула незнакомца отнесло метров на десять Только после этого его ноги смогли нейтрализовать чудовищную силу девятикратного кулака После чего он слегка встряхнул руками, как неудивительно, но старик, судя по всему, остался совершенно невредим Однако, вместо того, чтобы снова ринуться в атаку, он вдруг замахал руками со словами Стой, стой, давай закончим на этом Этого достаточно Я, но прежде чем он смог договорить, блеснул металл, и два лучика света метнулись к нему на огромной скорости Глаза старика расширились Он непринужденно взмахнул рукой перед собой и извлек из воздуха два кинжала Бай Юнь Фэй пристально смотрел на него В его руках уже появились еще два клинка Старик с некоторым удивлением проговорил Что за беспощадный паренек? Я же сказал тебе прекратить бой, так почему ты по-прежнему нападаешь? Но даже после этих слов Бай Юнь Фэй не собирался расслабляться Он по-прежнему внимательно следил за каждым движением противника, готовый в любой момент воспользоваться кинжалами в своих руках В то же время он постепенно отступал Только разорвав дистанцию до 20 метров, он медленно спросил Кто ты такой на самом деле? Почему ты напал на меня без какой-либо на то причины? Заслышав его слова, старик на секунду смутился, после чего снова замахал руками Эм, не обращай внимания, маленький брат Я лишь хотел убедиться кое в чем У меня не было недобрых намерений Бай Юнь Фэй слегка нахмурился В чем ты хотел убедиться? Ну, я просто хотел увидеть эти две духовные техники в твоем исполнении С улыбкой отозвался старик Я уже убедился Это действительно волновая поступь и искусство наложения волн Тебе знакомы эти духовные техники? Удивленно вскинул брови Юнь Фэй После этого он спросил Ты знаешь сеньора Гаи Юня? Хо, мой брат сеньор даже назвал тебе свое имя? В свою очередь изумленно спросил старик Прим, дубльвы В обращении брат сеньор, который будет использовать и дальше В таких случаях брат означает принадлежность к одному коллективу Школа, клан, семья, направление А сеньор означает старшего по иерархии в этом коллективе Соответственно, для обозначения младшего по иерархии будет использоваться слово ученик Ты его брат ученик? Да, все верно Бай Юнь Фэй замолчал Он не мог знать, правду ли говорит старик Но, по крайней мере, враждебности от него юноша не ощущал Судя только по тому факту, что девятикратный кулак был нейтрализован с такой легкостью Юнь Фэй ему не ровня Он и почувствовать-то его сумел, вероятно, только потому, что старик хотел его испытать После непродолжительного молчания Бай Юнь Фэй убрал кинжалы, однако полностью расслабляться не спешил Он спросил Зачем я вам понадобился, сеньор? Зачем? Старик смешался, но через секунду смущенно ответил Им на самом деле особой причины не было Просто увидел, как ты используешь волновую поступь против этих молодчиков из семьи Луны Решил удостовериться, что не ошибся А заодно спросить о том, где сейчас мой брат сеньор? Вы же его брат-ученик, почему вы не знаете, где он? С сомнением в голосе протянул Бай Юнь Фэй Мой брат сеньор не любит поддерживать связь с другими людьми А я не настолько могущественен, чтобы самостоятельно определить, куда он отправился Ответил старик расстроенно Снова нахмурившись, Бай Юнь Фэй ответил Я и сам не знаю, где сейчас сеньор Гали Юнь Но, вероятно, он по-прежнему где-то в провинции Цин Юнь Несколько дней назад я случайно встретил его на горе к югу от города Цуэлю Увидев, что старик глубоко задумался, Юнь Фэй решил, что ему пора идти дальше Он сложил руки в почтительном жесте и проговорил Сеньор, если это все, что вы от меня хотели, то я ухожу Провожая взглядом постепенно исчезающего вдали юношу Старик лишь недоуменно покачал головой, говоря самому себе Похоже, этот парень по-прежнему мне не доверяет К чему такая настороженность? Зачем старейшине школы судьбы, вроде меня, тебя обманывать? В самом деле, однако он действительно занятный юноша Да и потом осторожность никогда не бывает лишней Брат сеньор путешествует по миру уже два года Интересно, сколько уже людей для помощи в испытании нашей школы он сумел найти? Несколько месяцев назад один из учеников вне школы сообщил, Что сеньор направился в провинцию Циньюнь, но с тех пор от него ни слуху ни духу Судя по словам этого юноши, он все еще в этой провинции Но почему? На что может потребоваться несколько месяцев поисков? Неужели здесь есть что-то настолько важное? Чем больше старик об этом размышлял, тем отчетливее на его лице проступали сомнения Наконец он тяжело вздохнул, развернулся и исчез в ночи В ночной тишина довольно высокой крыши застыл прямой долговязый силуэт Человек внимательно всматривался в происходящее на переулке более чем в тысячи метров отсюда Это был тот самый переулок, где Бай Юнь Фэй повстречался с загадочным стариком Судя по внешности мужчины, ему было не больше 30 лет Он был высок и держался прямо, а его длинные волосы не спадали на свободное серебристое одеяние Не сказать, что он был особенно красив, но от него исходило ощущение героизма и мужества А на его плече сидело небольшое, с ладонь белое животное, похожее на крысу Мужчина долго вглядывался в темноту, после чего, наконец, отвел взгляд Он уже собирался уходить, как вдруг резко переменился в лице Он стремительно развернулся Позади него стоял человек Это был никто иной, как старик, с которым только что разговаривал Бай Юнь Фэй Эй, ты так внимательно следил за нами все это время Интересно, за кем именно? За мной или за тем юношей? Безучастно спросил старик, судя по всему, готовый к любым действиям противника Поначалу мужчина застыл от неожиданности, но почти сразу уже пришел в себя Отступив на пару шагов, он почтительно поприветствовал старика и сказал Я Хунынь, для меня большая честь встретиться с вами, сеньор Циньчжин Хо, ты меня знаешь, отозвался старик с легким удивлением в голосе Двадцать лет назад мой приемный отец взял меня с собой во время своей поездки в школу судьбы Где мне и повезло вас увидеть, тем же уважительным тоном проговорил Хунынь Затем он отвесил ему небольшой комплимент Кто бы мог подумать, что вы по-прежнему так же снисходительны, как и двадцать лет назад Выражение лица Циньчжина смягчилось, он спросил Двадцать лет назад, твой приемный отец он, Бладхаул, Прим, Дубльвы Буквально, Кровавый вой Услышав это имя, Циньчжин не смог сдержать удивление Затем он слегка свел брови и с сомнением в голосе спросил Ты приемный сын короля волков Бладхаула, тот самый Ты можешь чем-то подтвердить свои слова? Сразу же после его слов зверек на плече Хуныня Видимо, заметив сомнение в глазах старика, выгнул спинку и громко пискнул пару раз Очевидно, он был несколько раз гневан А, это же, крыса речной волны Да еще и на средней стадии пятого уровня До этого момента Циньчжин не обратил внимания на зверька Но теперь, присмотревшись, изумленно всплеснул руками Хунынь с улыбкой успокаивающе погладил зверька и ответил Вы очень наблюдательны, сеньор Это мой друг, Сиатан После этого он тряхнул кистью, и в его руке появился белый кинжал На самом деле, если приглядеться, этот клинок сложно было назвать кинжалом Он был больше похож на зуб какого-то животного Я думаю, этого должно быть достаточно, чтобы подтвердить мою личность Верно? Циньчжин был несколько удивлен тому, что Хунынь назвал духовного зверя своим другом А сейчас, увидев кинжал, его брови снова поползли вверх Клык Бладхаула, да, этого действительно достаточно, чтобы доказать истинность твоих слов Затем он немного подумал и продолжил Так зачем ты здесь? Неужели из-за этого паренька? Есть немалая вероятность, что он сыграет важную роль для моей школы судьбы в будущем Ты не должен его трогать Хунынь впал в замешательство, после чего торопливо объяснился Вы ошибаетесь, сеньор Я понятия не имею, что это за юноша Я наблюдал, поскольку заметил вас Хэм? Меня? Зачем я тебе понадобился? С сомнением спросил старик На самом деле, я хотел поинтересоваться у вас о местонахождении сеньора Глиюня Хунынь ненадолго прервался Несколько дней назад я случайно обнаружил, что сеньор Глиюнь находится где-то в провинции Циньюнь Так что тут же направился сюда Я хотел пригласить его Снова по тому же вопросу Да, догадался Циньчжин Прежде чем Хунынь сумел договорить Старик мягко вздохнул и продолжил Ох, твой отец, вероятно, уже не раз говорил тебе, что сделать это практически невозможно Верно? Лицо Хуныня потемнело на миг от разочарования Однако он тут же восстановил самообладание и решительно откликнулся Я в любом случае должен попробовать Возможно, если сеньор Глиюнь согласится еще раз Может быть, мы найдем способ Что ж, ты уже явно все для себя решил Так что я не буду больше об этом говорить Делай, как считаешь нужным Искренне надеюсь, что с твоим особым статусом ты сможешь изменить эту судьбу Которую не смог изменить весь клан духовных зверей более чем за тысячу лет Циньчжин невольно покачал головой У меня еще есть кое-какие дела Так что я должен идти Мой брат сеньор я также не знаю, где он сейчас Если хочешь его увидеть, тебе придется искать его самостоятельно Циньчжин развернулся и растворился в ночной тиши Напоследок в его ушах послышался затихающий голос Твоя судьба говорит о том, что в этом городе Цуэлю тебя поджидает развилка судьбы Я не могу заглядывать слишком глубоко в твое будущее Как не могу и слишком много говорить о таких вещах Но ты должен попытаться воспользоваться этой возможностью Глава 61 Новая встреча с Цуэлюлю На следующий день Байюньфа и снова пришел на место встречи за полчаса до назначенного времени Солнечные лучики казались особенно ласковыми в это утро Все вокруг будто слегка дрожало Будь то нежно-зеленая трава или плакучие ривы, выстроившиеся вдоль берега Байюньфа и стоял на обочине Слегка затуманившимся взглядом наблюдая за покачивающимися на ветру кронами деревьев Я уже два дня как в этом Цуэлю Но до сих пор не заметил ничего необычного Неужели люди семьи Чжан или, точнее, школы льда до сих пор не добрались до этого места Или это из-за, школы зеленой ивы? Интересно, братья Лунта из этой семьи Лун попытаются снова доставить мне хлопот? Семейство Лун в этом городе имеет немалое влияние Так что в ее рядах должно быть как минимум несколько духовных практиков Последний раз, когда я посмеялся над этими двумя дурачками Они просто не привели с собой достаточно людей И теперь, если они захотят отомстить Определенно, будет лучше как можно скорее покинуть город, верно? В таком случае, я сделаю это завтра После сегодняшней прогулки Я должен четко и ясно сказать Лун, что выдвигаюсь завтра рано утром Хотя он и принял решение В душе постепенно начало разгораться иное чувство Это было не желание Бай Юньфой с вымученной улыбкой покачал головой и укорил себя за то, что стал таким безнадежно нерешительным Бай, Бай Юньфой В самый разгар этой эмоциональной бури из-за спины раздался неуверенный голос Удивленный он тут же развернулся Он увидел высокую девушку в изумрудном платье, глядящую на него с выражением приятного удивления на лице Бай Юньфой на секунду смешался, после чего воскликнул в изумлении Цулулю, что ты здесь делаешь? Это была не кто иная, как Цулулю, послушница школы Зеленой Ивы Которая пришла спасти свою сестру-ученицу, когда Бай Юньфой расправился с Джан Яном Это я должна спрашивать, не так ли? Кто бы мог подумать, что это действительно ты? Я была почти уверена, что обозналась Цулулю с улыбкой подошла поближе Окинув его взглядом, она с сомнением в голосе продолжила Каким ветром тебя занесло в город Цулулю В этот момент, будто подумав о чем-то, она начала неосознанно осматриваться, тихо проговорив Да, точно, семья Джан ищет тебя повсюду Тебе нужно быть крайне осторожным Недавно, дней через десять после того, как мы с тобой расстались Отец Джан Яна, Джан Джиншань нанес мне визит, требуя раскрыть твою личность и местонахождение Я как-то смогла его провести Слава богу, что ты в порядке, теперь я могу об этом не переживать Но ты действительно что-то с чем-то Не ожидала, что ты сможешь уйти от всех ищиек семьи Джан и пробраться даже сюда От этих слов Бай Юньфэй слегка оторопел, после чего выдавил улыбку Я не настолько везуч Джан Джиншань в итоге смог меня выследить Я еле смог от него сбежать Что, он тебя нашел? Шепотом воскликнула Цулулю И тебе при этом удалось сбежать? Но как? Им, это длинная история Он тогда Погоди, это не самое удачное место для подобных бесед Как насчет того, чтобы зайти в какую-нибудь чайную и спокойно поговорить В прошлый раз мы так быстро расстались Я так и не успела тебя толком поблагодарить за спасение моей сестры-ученицы Цулулю улыбнулась и начала оглядываться Выискивая подходящее место Это Бай Юньфэй бросил быстрый взгляд вдоль улицы После чего смущенно произнес Боюсь, сегодня не получится Я уже договорился кое с кем встретиться И сейчас как раз дожидаюсь ее здесь Ох, понятно Цулулю немного поразмыслила В таком случае, как насчет завтра Я как раз успею смотаться в школу И рассказать все моей сестре-ученице Уверена она будет вне себя от счастья Давай встретимся завтра и все обсудим, хорошо? Бай Юньфэй неуверенно спросил Ты собираешься вернуться в школу? Ах да Школа Зеленой Ивы же расположена где-то рядом с Цулулю Верно? Далеко она отсюда? Если да То тебе не стоит так напрягаться Мисс Цу Это мелочи Штаб-квартира школы Зеленой Ивы располагается в загородном имении к западу От Цулулю С улыбкой ответила Цулулю Ха-ха, я действительно не ожидала Что вот так встречу тебя сегодня во время прогулки Я думаю, сестренка Юйхэй будет счастлива снова тебя увидеть Она не перестает вспоминать о своем спасителе Говорит о тебе снова и снова Хи-хи Образ этой очаровательной невинной девушки Робко прячущейся за спиной Цулулю Возник перед мысленным взором Бай Юньфэя Усмехнувшись про себя Он спросил Да, кстати, как там поживает мисс Чу? Она уже приступила к тренировкам Да, да, разумеется Моему мастеру она очень понравилась Сестра-ученица хорошо воспитана и трудолюбива С помощью мастера ее духовная сила пробудилась очень быстро Сейчас она уже почти достигла средней стадии послушника духа Ей явно доставляло особенное удовольствие говорить о Чу Юйхэ Сразу становилось понятно, насколько она любит свою маленькую сестру-ученицу Бай Юньфэй также с улыбкой кивнул Хо, рад слышать В таком случае, где завтра встретимся И когда, эм-эм Давай так Просто скажи мне В какой таверне ты остановился И мы за тобой зайдем У меня еще есть кое-какие дела Так что я не могу точно сказать Когда мы будем здесь Но точно до полудня ответила Цу Лулю Немного подумав О, хорошо Тогда буду ждать Я остановился вы Проводив Цу Лулю взглядом Бай Юньфэй начал всматриваться в толпу После этого он опустил голову и нахмурился Что смыньер Почему ее до сих пор нет Неужели она снова плохо себя чувствует Юньфэй, прости, что снова заставила тебя так долго ждать Его беспокойство было прервано мелодичным голосом Обрадованный он поднял голову и увидел, что она стоит Улыбаясь в нескольких метрах от него Заложив руки за спину На ней было белоснежное платье А распущенные волосы водопадом не спадали на плечи и спину Лишь пара выбившихся прядей кокетливо опускались на ее лицо Налетел порыв ветра И волосы взметнулись А платье захлопало Величаво развиваясь у нее за спиной В этот момент в глазах Юньфэя девушка выглядела Как снизошедшая с небес фия Увидев стройную изящную красавицу прямо перед собой Бай Юньфэй в который раз уже на короткое время потерял дар речи Он мог лишь ошеломленно смотреть на нее Не обращая внимания на происходящее вокруг Мистер Юньфэй, проснитесь уже Нахальный громкий голос ворвался в уши Бай Юньфэя Приведя его в чувство Глядя на хихикающую в ладошку сианин Юноша сконфуженно выдавил смешок и сказал Ты, наконец, пришла, Мэн Йер С тобой все в порядке Тебе снова было нехорошо сегодня? Люмэн после его слов внезапно слегка покраснела Вместо нее снова заговорила сианин Эй, мистер Юньфэй, вы что, обвиняете юную госпожу за опоздание? Ох, в самом деле, разве вы не знаете, что каждая девушка тратит уйму времени на то, чтобы привести себя в порядок перед выходом? Хай Мэф, юная госпожа сегодня потратила столько времени, чтобы принарядиться Неужели вы не заметили, что она выглядит еще прекраснее, чем вчера? Что ты такой говоришь, сианин? Когда это я принаряжалась, недовольно проговорила Люмэн, ущипнув служанку за руку Снова столкнувшись с шутливыми упреками сианин, Байюньфэй сухо кашлянул в смущении и поспешил сменить тему Эм, мне кажется, нам уже пора, Мэньер, давай уже выдвигаться в сторону этого храма Цуихуа Наконец они втроем, переговариваясь и смеясь, неспешно зашагали по поросшей травой дороге в сторону храма Цуихуа По мере приближения к храму людей вокруг становилось все больше и больше Поговаривали, что палочки с предсказаниями в нем были особенно точными Поэтому многие желали возжечь там благовония или просто прогуляться в этом районе, чтобы развеять скуку Ближе к полудню солнце начало припекать, даже воздух постепенно становился все более горячим и сухим Сианин к этому моменту уже достал розовый зонт из промасленной бумаги, которого как раз хватило, чтобы девушки смогли укрыться от палящих лучей Заметив, что Байюньфэй начал щуриться от яркого солнца, Люмэн внезапно будто бы что-то вспомнила Она притормозила и мягко произнесла Ах да, Юньфэй, совсем забыла, у меня для тебя кое-что есть А, удивился юноша Для меня, что это, Люмэн вытянула вперед свою прелестную ручку, и в ней неожиданно возникло нечто круглое Это оказалась золотистая соломенная шляпа Когда мы впервые встретились, я помню, ты носил соломенную шляпу, однако она была изрядно поношенная Сегодня, когда я выходила на улицу, то увидела у дороги человека, продающего такие шляпы Вот и решила купить тебе новую, держи, она поможет тебе защититься от солнца Байюньфэй принял соломенную шляпу, золотистую, с красной полосой на боку Долгое время он не мог ничего вымолвить в ответ На самом деле он был невероятно счастлив Он не ожидал, что Люмэн преподнесет ему подарок, но почему это должна быть соломенная шляпа Что такое, Юньфэй, тебе не нравится? Услышав неуверенный голос Люмэн, Байюньфэй пришел в себя и торопливо ответил Ха, нет, нет, я очень счастлив Ха-ха, спасибо, Мэньер С этими словами он тут же нахлобучил шляпу себе на голову и широко улыбнулся Стоило немного надвинуть ее на глаза, и палящее солнце сразу перестало доставлять неудобства Приятное, освежающее чувство захватило не только его тело, но и душу Мистер Юньфэй, моя госпожа сделала вам подарок Не следует ли вам ее отблагодарить? А, ну конечно, конечно, непременно В очередной раз воздух огласил лукавый голос Сианин и смущенный ответ Байюньфэя Три силуэта зашагали дальше, постепенно исчезая вдали Глава 62 Дополнительные эффекты бижутерии Плюс 10 утром следующего дня Байюньфэй, скрестив ноги, сидел на кровати и, слегка нахмурившись, пристально смотрел на оранжевый браслет, лежащий у него на ладони Улучшение не удалось Предмет разрушен Строчка информации, возникшая у него в голове, снова вызвала у него приступ разочарования Он осторожно убрал руку в сторону и наклонил На белую ткань рядом с ним высыпалась горка пыли На этом квадратном куске ткани было уже множество таких горок самых разных оттенков Это была пыль, оставшаяся от различных украшений и бижутерии, которые были разрушены в результате неудачных попыток апгрейда за последние пару часов Поскольку Байюньфэй собирался сегодня дождаться Цулулю здесь, в таверне, он решил никуда не выходить Изначально он собирался сегодня уехать, но теперь у него не оставалось другого выхода Кроме как задержаться еще на день Поскольку он не знал, когда именно придет Цулулю То решил занять себя экспериментами с улучшением бижутерии Это уже пятый предмет Я до сих пор не получил даже одного предмета плюс девять Мне кажется или украшения улучшать несколько сложнее, чем оружие или броню Байюньфэй расстроенно тряхнул головой Переборов приступ депрессии, он достал ожерелье из молочно-белого жемчуга Апгрейд Успешный апгрейд Качество предмета Высокий уровень апгрейда Плюс девять дополнительный атрибут Ловкость Плюс двадцать три требуется для апгрейда Семнадцать зарядов души Байюньфэй расцвел Ну наконец-то успех Отложив это ожерелье плюс девять в сторону Он достал еще один браслет и начал его улучшать К сожалению, в итоге он также был уничтожен То ли украшения действительно было сложнее улучшать То ли Байюньфэйу патологически не везло Однако из следующих двенадцать украшений он смог получить лишь два предмета Плюс девять, браслет и кольцо Эх Байюньфэй разочарованно вздохнул и поглядел в окно К этому моменту уже совсем рассвело Цулулю сказала, что придет до обеда Так что скоро уже будет здесь Будем считать, что сегодня не мой день Но, я не хочу сдаваться Да, нужно попытаться улучшить эти три предмета Если будет хоть один успешный апгрейд То я смогу узнать о дополнительных эффектах бижутерии плюс десять Как только Байюньфэй об этом подумал Тот факт, что он потратил несколько часов упорного труда Чтобы получить эти предметы Перестал его волновать Он стиснул в руках ожерелье и сузил глаза в предвкушении Апгрейд Улучшение не удалось предмет разрушен Вот черт, я действительно наивный оптимист Всплакнул про себя Байюньфэй и раздосадованно стряхнул пыль с ладони После чего схватил кольцо плюс девять Раз уж начал, то я не должен останавливаться на полпути Несмотря ни на что Апгрейд Успешный апгрейд Байюньфэй уже подсознательно был готов печально вздохнуть Но замер Юноша внезапно расплылся в эйфорической улыбке Неужели, неужели успех Байюньфэй возбужденно вгляделся в кольцо Качество предмета Высокий уровень апгрейда Плюс 10 дополнительный атрибут Выносливость Плюс 32 Плюс 10 Дополнительный эффект Увеличение скорости атаки на 2% требуется для апгрейда 21 заряд души Байюньфэй слегка свел брови Выносливость Плюс 32 Означает, что одного лишь этого кольца хватит, чтобы на треть повысить выносливость обычного человека Однако для духовных практиков это мало что значит Скорость атаки Новый параметр, до сих пор такого не попадалось Давайте опробуем Байюньфэй сел прямо, глубоко вдохнул Сжал правую руку в кулак и начал с огромной скоростью наносить удары в воздух То и дело создавая остаточные изображения В то же время в его глазах застыла сосредоточенность Как будто он тщательно что-то высчитывал Через несколько ударов сердца он остановился и надел кольцо на указательный палец левой руки Как только оно оказалось у него на пальце, его пронизало приятное чувство Пусть и совсем на грани восприятия, однако юноша ощутил его совершенно отчетливо Его невероятная выносливость Выносливость духовного практика в этот миг стала еще более необъятной Это был эффект выносливость плюс 32 Глубоко вдохнув, он снова начал наносить удары перед собой, как и до этого Через несколько секунд он остановился и задумался, склонив голову Это 2% увеличение скорости атаки Замечательный эффект Пусть это и немного, но никаких шансов тут нет Эффект действует постоянно Мне лишь нужно носить на пальце это кольцо Весьма неплохая прибавка к силе Как жаль, что я не могу надеть два кольца на одну руку Бай Юньфой с некоторым сожалением посмотрел на свои ладони Как он выяснил, при использовании украшений действовал только первый надетый и улучшенный предмет То есть на каждой руке он мог носить лишь одно кольцо и один браслет Точно так же дело обстояло и с сережками и ожерельями То есть дополнительные украшения не оказывали никакого эффекта при надевании Бай Юньфой взял в руки последний предмет, голубой браслет плюс 9, и заколебался Хэм, стоит ли мне попытаться улучшить и его, Юньфой, ты здесь? Его сомнения прервал женский голос, донесшийся из-за дверей Мисс Цу уже пришла? Ох, нет, это же голос Мэньер Удивленный Бай Юньфой соскочил с кровати, обулся и пошел к двери Отперев дверь он увидел перед собой довольно улыбающуюся девушку в синем платье, Лю Мэн Рядом с ней стояла и с любопытством осматривалась ее неизменная спутница, служанка Сианин Мэньер, зачем ты пришла сюда? Бай Юньфой был в таком замешательстве, что даже забыл пригласить их войти Что не так? Мне нельзя просто так прийти тебя повидать? Спросила Лю Мэн все с той же ослепительной улыбкой Эм, нет, конечно же, можно Молодой мастер Юньфой, вам следовало бы пригласить юную госпожу войти Неужели вы собираетесь и дальше держать ее в дверях? Или же у вас в комнате прячется другая девушка, так что вы не хотите ее впускать? Сианин, как обычно, была весьма острана язычок Буквально несколькими словами она совершенно смутила юношу Он поспешно отступил, приглашая их в комнату Мэньер, разве я не говорил тебе вчера, что сегодня буду немного занят, так что не смогу провести время с тобой Почему же ты? Юньфой слегка нахмурился, снова взглянув на Лю Мэн, которая с интересом осматривалась в его покоях Это плохо, Юньфой, ты не рад, что я пришла тебя повидать? В нежном голосе девушки промелькнули нотки разочарования Конечно же, это не так, просто я, вероятно, скоро мне придется уйти Так что торопливо объяснился Бай Юньфой Как только он услышал разочарование в ее голосе, его будто молнией ударило Глядя на смешавшегося от беспокойства Юньфая, Лю Мэн снова улыбнулась и сказала Ой, да все в порядке, мы заглянули ненадолго и скоро уйдем Ладно, ох это, да, хорошо Бай Юньфой на миг заколебался, похоже, он подсознательно не желал, чтобы Цулулю и Лю Мэн случайно встретились здесь А, какой прелестный браслет Внезапно раздался удивленный голос Лю Мэн Бай Юньфой поднял голову, и его сердце сжалось Похоже, прежде чем пойти открывать дверь, он небрежно бросил этот браслет плюс девять на стол Его та и нашла Лю Мэн, которая теперь разглядывала его с большим любопытством Хай Мэн, прекрасный браслет, голубой, как раз в цвет одежды юной госпожи Подошедшаяся Анин тоже восхищенно уставилась на украшение Внезапно ее глаза расширились, после чего она со смешком повернулась к Юньфою Хе-хе, мистер Юньфой, неужели вы купили это в подарок для моей госпожи? Вчера, когда она подарила вам ту шляпу, вы обещали подарить ей что-нибудь в ответ Кто бы мог подумать, что вы так быстро найдете достойный подарок Когда Лю Мэн услышала ее слова, в ее глазах промелькнуло удивление, а лицо слегка порозовело Она подняла на Бай Юньфая свои большие глаза Юноша различил в них радость и надежду Это, Бай Юньфой готов был сквозь землю провалиться, не зная, что сказать Глава 63 Это что, ревность? Это, Бай Юньфой готов был сквозь землю провалиться, не зная, что сказать Лю Мэн взглянула на колеблющегося Бай Юньфая, и ее глаза на миг потускнили Девушка слегка поникла и положила браслет обратно на стол, не громко проговорив Ни неси ерунды, сианин Возможно, этот браслет очень важен для Юньфая Как он может просто взять и отдать его кому-то? Когда Бай Юньфой это увидел, когда он смог расслышать скрытое разочарование в ее голосе Его сердце затрепетало Его внезапно захлестнуло чувство вины Он чувствовал себя так, будто расстраивать эту девушку, стоящую перед ним, было непростительным грехом Нет, это не так, Мэн Йер, этот браслет На самом деле я собирался подарить его тебе Глаза юноши блеснули В конце концов, он стиснул зубы Подошел к Лю Мэн, взял браслет со стола и вложил в ее руку, улыбнувшись Я хотел отдать его тебе при нашей следующей встрече Но кто мог подумать, что ты решишь меня навестить Все сошлось как нельзя лучше Я просто отдам его тебе прямо сейчас Правда, Лю Мэн подняла голову и посмотрела на Юнь Фэя, слегка зардевшись Да, все в порядке, решительно подтвердил тот Для него увидеть ее улыбку было достаточным вознаграждением за потерю этого ценного предмета Хе-хе, я же говорила, не так ли? Этот браслет был явно куплен для юной госпожи Засмеялась Сианин Эф, мистер Юнь Фэй, вы даже сначала специально напугали госпожу и почти заставили ее плакать Какое коварство, им это, я не делал этого намеренно Примирительно улыбнулся Бай Юнь Фэй, сконфуженно почесав в затылке Глядя на его простоватую реакцию, девушки очаровательно захихикали Еще больше вгоняя Юнь Фэя в краску Лю Мэн, наконец улыбаясь, внимательно осмотрела подаренный браслет Сразу можно было понять, что он пришелся ей по душе Немного поколебавшись, она нацепила браслет на левое запястье В этот миг на ее лице появилось озадаченное выражение Она бросила несколько недоумевающий взгляд на только что надетый браслет После чего внезапно закрыла глаза, будто бы пытаясь разобраться в своих ощущениях Через несколько мгновений Лю Мэн удивленно распахнула глаза и повернулась к Юнь Фэю Не в силах поверить своим чувствам, она изумленно проговорила Юнь Фэй это этот браслет, а вот и проблема Сердце Бай Юнь Фэя пропустило удар, когда он решил все-таки отдать ей браслет Он уже понимал, что этой ситуации не избежать Так что теперь, приложив все силы для того, чтобы сохранять внешнюю невозмутимость Он с улыбкой кивнул А, да, этот браслет обладает некоторыми необычными свойствами Мне его дал мой мастер Он может-может делать тело того, кто его носит, легче и подвижнее Услышав объяснение юноши, Лю Мэн была слегка ошарашена Она еще раз недоверчиво осмотрела браслет и склонила голову, о чем-то задумавшись Невозможно было понять, какие мысли сейчас занимали ее ум Когда Бай Юнь Фэй уже начал подумывать о том, что его объяснение было слишком нелепым Лю Мэн подняла голову К его удивлению, она взглянула на него с виноватым видом и произнесла Прости, Юнь Фэй, я не знала, что это настолько необычная вещь Я, я не могу принять С этими словами она явно вознамерилась вернуть украшение Бай Юнь Фэю Юноша удивленно на нее воззрился Ему стоило немалых трудов решиться подарить ей этот браслет Но теперь она говорит, что не хочет его Его внезапно обуяло беспокойство Юнь Фэй сделал два шага вперед Обхватил руки девушки своими, не давая снять браслет И торопливо заговорил Мэнер, ты уже его надела, так что не снимай Я знаю, он тебе понравился, так что просто прими Не такие уж у него и сильные эффекты Юнь Фэй, ты, пожалуй, ста, пусти Пребывая в отчаянии, Бай Юнь Фэй слегка забылся Только после этого стыдливого шепота Лю Мэн он пришел в себя Юноша поспешно отпустил ее руки и отступил, слегка дрожа Ой, Мэнер, я-я не нарочно Покрасневшая до корней волос Лю Мэн ничего не ответила Она больше не пыталась снять браслет Вместо этого она безотчетно поглаживала его, потупившись Сианин, сидевшая в сторонке, взирала на все это широко Открытыми глазами На ее лице большими буквами было написано любопытство Она не понимала, о чем эти двое говорят Было что-то еще, помимо красоты Что делало этот браслет особенным На некоторое время в комнате воцарилось относительное Спокойствие Ах да, Юньфэй, ты сказал, что будешь чем-то занят сегодня Что это, не могу ли я пойти с тобой? Лю Мэн была первой, кто нарушил молчание Одновременно она, наконец, спрятала браслет под своим рукавом Это, я боюсь, это не лучшая идея Я собираюсь встретиться с двумя друзьями и поговорить с ними об элом Они скоро зайдут за мной, ощущая некоторую неловкость Ответил Юньфэй Друзья, в Цуэлю есть люди, которых ты знаешь, почему ты никогда о них не упоминал С любопытством спросила Лю Мэн А, я случайно столкнулся с одним из них вчера Она, она послушница школы Зеленой Ивы Ее зовут Цуэлю Что, послушница школы Зеленой Ивы? Изумленно переспросила девушка После этого она будто бы вспомнила о чем-то и ее милое лицо внезапно помрачнело Она снова замолчала, погрузившись в никому неведомые мысли Бай Юньфэй забеспокоился и торопливо объяснил Не пойми неправильно, Мэн Ер, мы просто обычные друзья, просто, просто так получилось, что в прошлом я спас ее сестру-ученицу, так что, когда мы случайно столкнулись в этом городе, она пригласила меня поболтать о тех событиях в прошлом, там еще и сестра-ученица Воскликнула Сианин Бай Юньфэй ощутил, как на его лбу вот-вот выступит пот, он с умоляющим видом посмотрел на служанку Сианин, пожалуйста, сейчас не время для твоих шуточек Ха-ха, Юньфэй, на самом деле ты ведь и не должен ничего мне объяснять, заговорила, наконец, Лю Мэн Она с улыбкой посмотрела на юношу и продолжила В конце концов, я же просто случайная знакомая, так что у меня нет никакого права злиться Мэн Ер, что ты? Я, ты не должен ничего объяснять Я все поняла, по-прежнему улыбаясь, проговорила Лю Мэн Я больше не буду тебя отвлекать, твой друг, наверное, уже скоро будет здесь, так что, чтобы избежать неловкой ситуации, я, пожалуй, пойду Позже, когда вы с друзьями наговоритесь вдоволь о прошлом Я приду тебя навестить От внезапной перемены ее поведения Бай Юньфэй пришел в замешательство Какое-то время он просто не знал, что сказать Он мог лишь ошеломленно смотреть, как она встает и медленно выходит из комнаты Хай Мэф, вы такой дурак, мистер Юньфэй, я так зла на вас, подумать только Сианин в притворной ярости потрясла своим кулачком перед Бай Юньфэем, после чего вышла вслед за Лю Мэн Она даже хлопнула дверью на прощание, выходя из комнаты Он простоял в растерянности еще какое-то время после их ухода, после чего страдальчески пробормотал Что за? Я, я же явно ничего такого не сказал В полном смятении Бай Юньфэй прошел к своей кровати Рухнул на нее и отсутствующим взглядом уставился в потолок Он и сам сейчас не смог бы сказать, о чем он думал Бай Юньфэй, ты здесь? Из-за дверей раздался мелодичный голос Он резко сел на кровати, будто его ударило электрическим разрядом, но в следующий миг он мягко тряхнул головой и проговорил сам себе в полголоса На этот раз уверен это мисс Цу Когда он открыл дверь, перед ним предстала Цуулю, полностью облаченная в изумрудно-зеленые одежды Она улыбнулась и слегка виновата повела плечами Я чуть-чуть опоздала, прости, идем? Ох, не страшно, мисс Цу Ждать мне пришлось совсем недолго, вежливо ответил Бай Юньфэй Однако про себя лишь расстроенно вздохнул Он подумал о том, что если бы она пришла и забрала его чуть раньше То это было бы к лучшему Тогда он бы не успел каким-то загадочным образом разозлить Люмэн Слегка качнув головой, он на время выбросил из головы все посторонние мысли Заметив, что за Цуулю никого нет, он недоуменно спросил О, а мисс Чу не пришла? Ха-ха, ты прав Вчера я собиралась зайти за тобой с моей сестрой-ученицей Чтобы поболтать о тех событиях Но когда я вернулась в школу, я все рассказала моему мастеру Она, она тоже хотела бы встретиться с юным героем Который спас ее неопытную послушницу Так что, я бы хотела пригласить тебя в мою школу Зеленой Ивы в качестве гостя Ты же не будешь против, верно? А, твой мастер хочет меня видеть? Это, Бай Юнь Фэй был удивлен Мастером Цуулю был не кто-нибудь А глава школы Зеленой Ивы Кто бы мог предположить, что она захочет с ним встретиться? Что-то не так? Это будет неудобно для тебя? Нет, все в порядке Я согласен Показывай дорогу, мисс Цу Примерно в десяти с лишним милях к западу от Цуулю располагалось внушительное поместье Высокие стены, горделивые здания Все выглядело крайне величественно Поместье утопало в зелени Множество ивовых деревьев окружало его Будто почетная стража Тонкие ветви постоянно колыхались Создавая неповторимую картину безмятежности и покоя Здесь находилась штаб-квартира школы Зеленой Ивы Маленькая изящная фигурка застыла перед главными воротами в ожидании Это была девушка, одетая в белое платье, украшенная искусно вышитым узором из изумрудных ивовых листьев Несмотря на небольшой рост, у нее была приятная для глаз стройная фигура Чудесные блестящие волосы доходили до пояса У нее была также прямая челка, закрывающая лоб, что придавало ей особый хрупкий шарм Розовые, слегка пухлые щечки вызывали неосознанное желание их ущипнуть А большие невинные глаза всматривались вдаль, поблескивая от плохо скрываемого нетерпения Конечно же это была Чую Хи, которую не так давно похитили прихвостник Жан Яна А затем спас Бай Юньфы Судя по всему, она уже давно стояла здесь, чего-то ожидая В какой-то момент она слегка поджала губы и расстроенно пробормотала Сестры наставницы уже нет довольно давно, почему она до сих пор не вернулась Мила ворча таким образом, она в очередной раз устремила взгляд вдаль Внезапно ее глаза просветлели, а на лице проступила радостная улыбка Она неожиданно сорвалась с места, чтобы поскорее поприветствовать гостей По дороге к поместью бок о бок шли двое, юноша и девушка Разумеется, это были Бай Юньфы и Цулулю Штаб-квартира школы Зеленой Ивы уже видна отсюда Юньфы, давай немного ускоримся Сестра учи, а, ахаха, я же говорила Сестра ученица прямо-таки изнывает от желания тебя увидеть Цулулю хихикнула, прикрыв рот, так как в этот момент впереди показался быстро приближающийся изящный силуэт Не добежав десятка метров до них, чую их и поспешно затормозила Похоже, она только сейчас осознала, что была несколько нетерпелива На ее прелестном личике заиграл яркий румянец Смущенно теребя руками платье, она проговорила Сестра-наставница, ты, ты вернулась Эм, бай, мистер Бай Юньфы, здравствуйте Ха-ха, как поживаете, мисс Чу? Вы нас поджидаете? Глядя на эту прелестную юную деву, Бай Юньфы также ощутил некое внутреннее волнение Эм, мастер-мастер сказала мне выйти вам навстречу, чтобы поприветствовать, мистер Бай Юньфы Не стоит быть такой церемонной, мисс Чу, можете звать меня просто Юньфы Засмеялся юноша Тогда, тогда я буду звать вас брат Юньфы Вы также можете называть меня просто Юйхи Застенчиво отозвалась она, Цулулю Глядя на то, как смущается ее сестра-ученица Лишь расстроенно покачала головой и проговорила Так вы и дальше собираетесь стоять и разговаривать прямо здесь? Давайте сначала доберемся до поместья Там мы сможем наговориться в свое удовольствие Чу Юйхи согласно угукнула и пристроилась рядом с Цулулю После этого они втроем двинулись к главному входу школы Зеленой Ивы Глава 64 Школа Зеленой Ивы Небольшой зал был обставлен довольно скромно, но оставлял ощущение утонченности и уюта Бай Юньфы и Цулулю сидели напротив друг друга за небольшим столиком Бай Юньфы держал в руках чайную чашку и внимательно слушал, как девушка описывала школу Зеленой Ивы И общую ситуацию в городе Цуллю Ах да, Лулю, ты не знаешь, в Цуллю есть силы Подчиняющиеся школе льда Озвучил Бай Юньфы и внезапно пришедшую ему в голову мысль Хэм, почему ты спрашиваешь? Цулулю на миг озадаченно нахмурилась, но уже в следующую секунду сообразила А, ты беспокоишься, что? Чжан Чжиньшань использует силы своей школы, чтобы тебя достать? Бай Юньфы кивнул Ха-ха, не стоит об этом переживать Цулулю мягко засмеялась Было бы это какое-либо другое место, я бы не могла ничего гарантировать Но в Цуллю школа льда определенно не сможет делать все, что ей взбредет в голову Здесь, как-никак, располагается штаб-квартира моей школы Зеленой Ивы Как мы можем им позволить чинить беспорядки? Бай Юньфы немного поразмыслил, после чего заговорил вновь Последние два дня меня не оставляет ощущения, что что-то не так, но я так ничего и не заметил Это школа льда Если они уже знают, что я здесь, но при этом не смеют действовать в открытую в этом городе То, боюсь, как только я покину Цуллю, сразу же наткнусь на засаду Единственное, я не знаю наверняка, нашли они меня уже или нет Понятно, Цуллю немного помрачнела Немного подумав, она сказала Насколько я знаю, школа льда не располагает своими силами в этом городе Но, кажется, существует некоторая связь между ними и семьей Лун Что, семьей Лун? Бай Юньфы чуть не подпрыгнул от удивления, переменившись в лице А, ты что, уже сталкивался с этим семейством? Нахмурилась Цуллю, не ожидавшая такой живой реакции Позавчера у меня был конфликт с двумя молодыми мастерами семьи Лун Они, Бай Юньфы начал говорить, но затем внезапно застыл, будто что-то вспомнил Он нахмурился и ушел с головой в свои мысли Видя это, Цуллю не стала его отвлекать Она просто сидела и неспешно потягивала свой чай Мастер, брат Юньфы здесь, снаружи послышался прелестный голосок Чуюхи Ранее она пошла известить главу о прибытии гостя Очевидно, после этого они вместе направились сюда И действительно, не успел стихнуть ее голос В дверях появились две фигуры Одна из них принадлежала женщине средних лет От которой веяла элегантностью и царственным достоинством Она вошла в комнату в сопровождении Чуюхи На самом деле, было бы неверным описывать ее как женщину средних лет Несмотря на полноватую, зрелую фигуру, она выглядела очень свежо Судя только по ее внешности, ей никак нельзя было дать больше 30 Это была не кто иная, как глава школы Зеленой Ивы Мувань Цинь, мастер увидев вошедших, Цулулю встала и изобразила приветственный жест Голос Чуюхи вырвал Бай Юньфы из пучины размышлений Он также поднялся Юноша был немного удивлен, что женщина, к которой они обращались Мастер оказалась такой молодой, но он тут же выкинул это из головы Он также сложил руки в приветственном жесте и проговорил Я Бай Юньфы, для меня честь встретиться с вами, наставница Мувань Цинь улыбнулась им и обратилась к Юньфою Давайте обойдемся без формальностей, юный герой Бай Присаживайтесь все, не стойте на ногах Когда все расселись, Мувань Цинь несколько секунд внимательно изучала сидевшего перед ней Бай Юньфы А затем спросила, улыбаясь одними глазами Юный герой Бай, я действительно хотела лично поблагодарить тебя за спасение Юйхи Поэтому эгоистично попросила тебя прийти в нашу школу Я надеюсь, ты не будешь на меня за это в обиде Из-за того, что эта женщина, глава большой школы и духовный практик на ступени предка духа Проявляла по отношению к нему такую вежливость Бай Юньфою стала как-то не по себе Он замахал рукой, отвечая Пожалуйста, не стоит так церемонно ко мне обращаться Глава, я этого не достоин Между нами с Джан Яном к тому моменту и так уже была вражда Так что то, что я спас Юйхи, было просто случайным совпадением Не нужно меня больше за это благодарить Хо, ну, раз уж юный герой Бай так скромен Я больше не буду об этом говорить Мувань Цинь сделала небольшую паузу После чего продолжила Что касается школы льда, то пока ты здесь, в Цуэлю, можешь о них не беспокоиться Если они посмеют что-то предпринять в этом городе, то моя школа Зеленая Ива не будет просто сидеть и смотреть Бай Юньфой внутренне возликовал, поскольку она ясно дала понять, что поможет ему Он не знал, почему она была так решительно настроена, но иметь такую силу за спиной, несомненно, воодушевляла Ох, спасибо большое за помощь, Глава Я планирую покинуть провинцию Циньюнь завтра или послезавтра Когда я переберусь в провинцию Байянь, полагаю, школа льда уже не сможет ничего со мной сделать Если, конечно, я не буду терять бдительности А, ты так скоро собираешься отправляться в путь? Хэм, молодые люди должны стремиться к дальним странам и великим свершениям Юному герою Баю повезло получить наставление от члена школы судьбы Так что, разумеется, ты не можешь ограничивать себя таким небольшим кусочком суши, как провинция Циньюнь Ты должен выйти в мир и выковать себе имя Ее внезапное упоминание школы судьбы слегка покоробило Бай Юньфойя Он взглянул на сидевшую рядом Цулулю и скромно ответил Вы льстите мне, наставница, я просто хочу немного узнать внешний мир А то, что мне посчастливилось получить наставление от учителя Глиюня из школы судьбы Действительно лишь слепая удача На словах Глиюнь брови Муваньцен слегка изогнулись Но уже в следующий миг ее лицо снова стало непроницаемым Женщина взглянула на сидевшую рядом Чуюхи А затем, будто ей пришла в голову какая-то мысль, проговорила Кстати, юный герой Бай, что ты думаешь о нашей маленькой Юйхе? А, Бай Юньфой смешался, не в силах уследить за внезапной сменой темы Ему понадобилось довольно много времени, чтобы, наконец, ответить Юйхе очень хорошая Я слышал от Люлу, что она очень отзывчива и хорошо себя ведет Да и талантом в духовной практике не обделена В таком случае ты хотел бы принять ее в качестве своей названной младшей сестры Юный герой Бай? Муваньцен с улыбкой кивнула и произнесла эту фразу, которая поразила всех остальных Бай Юньфой физически ощущал, что просто не поспевает за прихотливой мыслью главы школы Зеленой Ивы Он на время потерял дар речи и никак не отреагировал Из-за чего Муваньцен слегка нахмурилась Что такое, юный герой Бай? Неужели ты считаешь, что Юйхе недостойно быть твоей младшей сестрой? Что? Ах, нет, нет, я ничего такого не имел в виду Мисс Юйхе умна и прелестно Как я могу? О, так значит, ты согласен? Муваньцен прищурилась, довольно улыбаясь Тогда решено С этого момента вы двое будете братом и младшей сестрой В таком случае Юйхе не будет испытывать чувство вины за то, что не может отплатить тебе за спасение своей жизни Юйхе, ты согласна принять юного героя Бая в качестве своего брата? Муваньцен повернулась и ласково обратилась к девушке В самом начале, когда Чу Юйхе услышала, как Муваньцен затронула ее в разговоре, на лице девушки возникло замешательство Затем, когда мастер спросил Бай Юньфая, что он о ней думает, юное сердце затрепетало, а лицо покраснело А когда Чу Юйхе услышала, как мастер предлагает Бай Юньфой стать ее названным братом, она была изумлена, но не посмела вмешиваться Сейчас, после всего произошедшего, она несколько осоловевшим голосом ответила на вопрос Муваньцен Конечно, конечно, я согласна, я тоже буду очень рада иметь такого названного старшего брата, как Юньфой Ну вот и славно, с этого момента юный герой Бай, твой брат, ты должна уважать своего названного брата, ты поняла? Муваньцен удовлетворенно кивнула и улыбнулась Да, я запомню Таким вот причудливым образом у Бай Юньфой внезапно появилась младшая сестра Глядя на Чу Юйхе, которая сидела с порозовевшими щечками и счастливым выражением лица, Муваньцен незаметно вздохнула с облегчением Надо сказать, что на самом деле ей стоило больших трудов выступить с этим неожиданным предложением Как только она узнала, что Бай Юньфой спас Чу Юйхе, то сразу поняла, что в девочке зародилось пока еще смутное чувство любви к своему спасителю Правда, сама Юйхе, судя по всему, этого не замечала Поэтому Муваньцен воспользовалась возможностью, чтобы превратить эту крепнущую любовь в восхищение братом Потребовалось лишь дать пару советов девушке Муваньцен достигла своей цели Сейчас Чу Юньхе, под чутким руководством своего мастера, искренне воспринимала Бай Юньфая, как старшего брата Изначально Муваньцен также хотела, чтобы между ними завязались романтические отношения Особенно когда услышала о том, что Бай Юньфой связан с Гли Юнем Она не могла удержаться от волнения при мысли о том, что юноша, которого высоко оценил сам Гли Юнь Наверняка в будущем свершит немало выдающихся деяний И если она сможет выстроить с ним хорошие отношения, то это однозначно послужит во благо школы Зеленой Ивы Однако она сразу поняла, что Бай Юньфой не испытывает подобных чувств к Чу Юйхе Вот почему, чтобы уберечь свою наивную послушницу от горя неразделенной любви в будущем У нее не осталось другого выбора, кроме как таким вот замысловатым образом сделать их названными братом и сестрой Глядя на то, как остальные до сих пор пытаются справиться с ошеломлением, Муваньцин легко засмеялась и повернулась к Бай Юньфою Да, юный герой Бай, ты в городе Цуэлю Глава, к нам с визитом прибыл гость Прежде чем она смогла закончить фразу, снаружи из-за дверей доложил громкий четкий голос, Муваньцин слегка нахмурилась и поглядела в ту сторону, спросив Кто там еще, отведи гостя в зал в западном крыле пока что, я скоро выйду его поприветствовать Глава это сеньор Юцинфин из школы дерева Немного поколебавшись, послушник все же снова заговорил После того, как Муваньцин услышала это имя, ее бесстрастное лицо на секунду застыло, после чего на нем расцвела счастливая улыбка Она тут же справилась с собой, однако эта обворожительная и мимолетная девичья улыбка заставила сердце Бай Юньфоя биться быстрее Юный герой Бай, оставляю тебя в руках Цулулю и Чуюхи Я думаю, вам троим есть о чем вспомнить и поболтать После этого они могут провести тебе экскурсию по моей школе С уже обычной улыбкой сказала Муваньцин Юньфою, вставая со своего места Тот кивнул в ответ Да, разумеется, пожалуйста, не заставляйте вашего гостя ждать из-за меня Только после ее ухода Бай Юньфой недоуменно спросил у Цулулю Кто этот человек, Юцинфин Сеньор Юцинфин, выдающийся ученик школы дерева Одной из школ пяти элементов Он уже достиг поздней стадии предка духа Так что по силе даже превосходит моего мастера Объяснила Цулулю После этого она незаметно взглянула в сторону двери И удостоверившись, что ее мастер отошла достаточно далеко Тихим голосом добавила Он кузен нашего мастера Если бы не неспособность мастера оставить школу зеленой ивы Она бы, скорее всего, ушла вместе с ним в школу дерева Они, в этот момент, будто что-то почувствовав Она внезапно выпрямилась на стуле и строго закончила Мы, ученики, не имеем права обсуждать дела своих наставников Впрочем, выражение ее лица говорило примерно следующее Ты понял, о чем я? Да Глава 65 Неожиданные происшествия после ухода Муваньцин Байюньфой С двумя девушками завели неспешный разговор Цулулю рассказывала о разных интересных событиях и местах города Цулулю Чую их и тихим голосом отчиталась о своей жизни до вступления в школу зеленой ивы А Байюньфой также вкратце поведал о том, что с ним произошло с момента их расставания Разумеется, он скрыл некоторые детали, о которых распространяться не следовало Но даже так его рассказ держал девушек в напряжении до самого конца Особенно Чую их и, слушая про то, как он угодил в ловушку в старом колодце Бежал после этого три дня к ряду, а потом все же был настигнут Чжан Чжиньшанем Она так разволновалась, что ее лицо покраснело А когда Байюньфой дошел до описания того, как ему все же удалось сбежать после тяжелой битвы На ее лице возникло выражение неописуемого счастья и облегчения Глядя на нее, Байюньфой и Цулулю не могли удержаться от смеха Они закончили болтать только тогда, когда пришел человек и позвал их к столу, сказав, что обед уже готов Как ни странно, Муваньцин так и не объявилась Судя по словам Цулулю, все наставники школы обедают отдельно от остальных Во второй половине дня Байюньфой отправился на экскурсию по школе Зеленой Ивы в сопровождении двух прелестных гидов Они много говорили и смеялись, получая искреннее удовольствие от прогулки В какой-то момент Байюньфой посмотрел на небо и обнаружил, что уже почти наступил вечер Он остановился и повернулся к девушкам Лулю, Юйхи, мне пора возвращать Ах, ты уже уходишь? Несколько расстроенно спросила Цулулю На лице стоявшей рядом Чу Юйхи также застыло нежелание расставаться Байюньфой засмеялся и проговорил Да, у меня еще есть кое-какие дела Завтра или послезавтра я, вероятно, покину Цулулю Но перед этим я обязательно еще загляну к вам попрощаться Он взглянул на Чу Юйхи, которая не отводила от него беспокойного взгляда И с улыбкой добавил Когда этот момент наступит, я сделаю младшей сестренке Юйхи подарок Надеюсь, он тебе понравится Девушка сперва удивилась, а затем на ее лице расцвела счастливая улыбка Она с предвкушением переспросила Правда? И что это будет? Ха-ха Всему свое время Байюньфой внезапно поднял голову Впереди показались две фигуры Неспешным шагом идущие к ним навстречу бок о бок Приглядевшись, он удивленно проговорил А, это, случайно, не глава Му? Очень вовремя В таком случае сейчас попрощаюсь с ней и вернусь в город Они двинулись к Муваньцин, которая также уже их заметила Когда они приблизились, Байюньфой смог рассмотреть ее спутника Это был человек лет 30 на вид, с приятной внешностью и гордой осанкой Редко можно было встретить такое гармоничное сочетание элегантности Со зрелостью и чувством собственного достоинства Этот человек производил приятное впечатление на окружающих с первого взгляда Наверное, этот тот самый Юцинфын из школы дерева Подумал Байюньфой про себя Муваньцин сначала слегка кивнула Юньфою После чего махнула рукой Чу Юйхи Иди сюда, Юйхи Поприветствуй своего дядю-наставника Ю Чу Юйхи всегда была очень застенчива с незнакомыми людьми Поэтому она безропотно подошла к Муваньцин и сложила руки в приветственном жесте Тихо проговорив Для меня честь встретиться с вами, дядя-наставник Ю Ха-ха, это та самая малышка, о которой ты мне говорила Неплохо, умна и хорошо воспитана, да еще и довольно талантлива Да, очень хорошо, кивнув в ответ, засмеялся Юцинфын У него был дружелюбный и располагающий к себе голос Цулулю также подошла поближе и поприветствовала его После чего почтительно отступила в сторону Байюньфой снова окинул этого человека взглядом Но внезапно наткнулся на ироничный взгляд Юноша слегка кивнул в качестве приветствия После чего повернулся к Муваньцин и уважительно сложил руки Глава Му, у меня еще есть кое-какие дела, так что мне пора возвращаться Я как раз хотел с вами попрощаться перед отбытием А, ты нас уже покидаешь, юный герой Бай? Хорошо, в таком случае, не буду тебя задерживать Если тебе понадобится какая-то помощь в этом городе, то сразу же обращайся в школу Зеленой Ивы Теперь, когда ты стал названным братом Юйхи, моя школа обязательно сделает все возможное в случае нужды В таком случае, спасибо вам большое, глава Перед тем, как покинуть Цуэлю, я загляну к вам еще раз Наблюдая за тем, как девушки пошли провожать Юньфая до выхода Муваньцин стерла улыбку с лица В ее глазах проступила задумчивость Ваньцин это тот молодой человек, связанный со школой судьбы, о котором ты говорила Судя по тому, что я видел он всего лишь на средней стадии воина духа Кроме того, я также не заметил в нем ничего особенного Ю Циньфын, также глядевший вслед удаляющейся процессии Повернулся и обратился к ней с некоторым сомнением в голосе Муваньцин качнула головой Не недооценивая его, Циньфын Каким бы ни был его уровень духовного развития Сам факт того, что его наставником был Гли Юнь Уже говорит о том, что он явно не обычный юнец Кроме того, от Лулю я слышала, что когда они в первый раз встретились Юньфа использовал копье, которое, по крайней мере, было предметом Высокого грейда человеческого уровня Возможно, даже земного И потом, после убийства сына старейшины школы Льда Чжана Чжиньшаня Он умудрился безопасно добраться до Цулю Несмотря на все усилия семьи Чжан Это явно говорит о том, что он обладает выдающимися способностями Хо, даже так, ты не рассказывала мне об этом ранее Даже Юцинфын был несколько удивлен В таком случае, он действительно достоин твоей помощи Если ты сейчас воспользуешься тем, что он пока что недостаточно силен И поможешь ему, то в будущем, когда он действительно крепко встанет на ноги Это может принести огромную пользу школе Зеленой Ивы Опустив голову, Бай Юньфой в одиночестве шагал по дороге, ведущей к городу Он слегка хмурился, по всей видимости, обдумывая какую-то проблему Не так уж важно, по какой причине, но то, что глава школы Зеленой Ивы готова оказать мне поддержку Действительно воодушевляет, что тут может быть плохого Однако, хоть я и решил покинуть город как можно скорее Но меня не покидает ощущение, что что-то не так Я не должен больше связываться с семьей Лун Лучшее, на что я могу надеяться прямо сейчас Это что Чжан Чжиньшань задействовал всех, кого мог, чтобы меня найти Но при этом не стал прибегать к силам, подчиняющимся школе Льда В конце концов, он не глава школы, а всего лишь старейшина Так что, хоть семья Луны связана со школой Льда Есть призрачная вероятность, что они до сих пор не получали информацию обо мне И да, чем дольше я здесь нахожусь, тем большей опасности подвергаю свою жизнь Я уже отсрочил отбытие на два дня Больше тянуть нельзя Как вернусь, четко и ясно скажу Мэн Йер, что я покидаю город завтра Как только он подумал о Люмэн, на сердце заскребли кошки Поскольку он не знал, злится она Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok